Добрый день! Мы продолжаем цикл лекций про тибетский буддизм с самых основ. И даже страшно сказать, сегодня его закончим. Видеозаписи не видно, но немногие из тех, кто был вначале, дожил до самого конца. Тем не менее, хоть несколько радостных улыбающихся лиц здесь есть, и это здорово. Если вы смотрите нас на видео, то слайды вам скорее всего видны, но на всякий случай ссылка на них есть внизу. Если слушаете в аудио, то, может быть, проще будет со слайдами. Они есть на слайдшере и на сайте contemplative.ru. Сегодня у нас пятнадцатая и шестнадцатая темы. Соответственно, пятнадцатая из тем. Уснотость и удовлетворение. Сразу нам показывает, что мы дошли практически до самого конца этого обширного полотнища, которое пытались размалевать разными штрихами. Мы говорили о том, что описываем разные аспекты тибетско-буддийского пути. Начали с самого базиса. Мы старались понять, что такое вообще дхарма, то есть учение Будды или методы, которые ведут к глубинному благополучию. Затем мы обсудили контекст, в котором дхарма существует и призвано нам помогать. Судили разные методы, собственно, дхармы. И в конечном итоге так вот, описывая один метод за другим, описывая общую последовательность тренировки ума, добрались, собственно, практически до самого конца, до самых продвинутых и глубинных методов, которые тибетско-буддийская традиция предлагает. Соответственно, в рамках этого можем мы сказать, не дурно было бы вспомнить все, что мы описывали в прошлый раз, но, как мы выяснили из прошлых наших лекций, собственно, предыдущих двух, мы дошли уже до такого этапа, когда основу проговорить все, что обсуждалось ранее, очень-очень сложно, поэтому мы просто обобщенно напомним себе о том, что говорили ранее, а вся конкретика есть, соответственно, в предшествующих лекциях, ну и, разумеется, во всех источниках и во всей литературе, на которые мы в данном случае опираемся. Напомню, кстати говоря, что коренной текст для этих наших вводных бесед это книга доктора Алана Уоллеса «Тибетский буддизм из самых основ» или «Самых азов», которая пока существует только на английском языке, если все будет благополучно, то начнет существовать и на русском, в том числе, будем надеяться, и в электронной форме, где ее можно будет за какие-то более чем пассивные деньги приобрести и, соответственно, читать и перечитывать. Ну, а эти лекции — лишь возможность познакомиться с содержанием этой книги, с основными ее моментами и, в общем-то, с основными моментами, относящимися к тибетско-буддийскому пути, с помощью коряво нарисованных слайдов и гнусаво говорящего лектора. Соответственно, в рамках этих наших бесед с корявыми слайдами мы обсудили общий контекст тренировки ума, вспомни, что, в общем-то, весь буддизм нужен именно для тренировки ума. Есть определенный набор практик, связанных с телом, разумеется, но они, как правило, наносят второстепенный характер. Поддержание здоровья тела не является основным моментом, безусловно, с которым работает буддизм и, в частности, тибетский буддизм. Хотя поддержание здоровья тела и его гармоничного состояния да важно, полезно и так далее, в целом всю эту сферу буддизм отдает на откуп самым разным другим дисциплинам, в том числе современной медицине, китайской медицине, индийской медицине, тибетской медицине, совершенно не воспрещая своим последователям, например, практиковать индийскую хатха-йогу или китайские дисциплины дайдзи и родственные им и так далее. Все это более чем допустимо и попросту не относится к основному набору проблем, которые рассматривает буддизм. Буддизм же, со своей стороны, занимается именно вопросами, связанными с умом, потому что, как мы всегда отмечаем, экспертная сфера познаний Будды, то, в чем Будда является экспертом, Будда как исторический деятель, который жил примерно 2600 лет назад, это именно ум. Отсюда расхожее утверждение о том, что Будда, скажем, был первым когнитивным психологом или когнитивным психотерапевтом, первым, кто поставил вопрос о том, что наши страдания и счастья проистекают из того, как мы воспринимаем реальность, и, соответственно, предложил определенные методы, а на самом деле очень большое количество методов, для того, чтобы корректировать наше восприятие реальности до тех пор, пока мы не начнем обретать все большее счастье и в конечном итоге не добьемся счастья окончательного. В рамках этого же мы могли бы также сказать, что Будда был поведенческим терапевтом, потому что, как и многие другие религиозные деятели, в том числе его современники по осевому времени, Будда учил нас корректировать свое поведение. Но в случае с Буддой поведение предлагается корректировать лишь постольку, поскольку это необходимо для изменения нашего ума или для того, чтобы достойное поведение или прочная дисциплина в плане поведения послужила достаточной основой для методов тренировки ума. В этом смысле Будда, может быть, отличается от других философов или религиозных деятелей, которые основной упор делали бы именно на поведенческом компоненте. Скажем, в некоторых интерпретациях теистических традиций мы бы услышали тезис о том, что нужно вести себя в соответствии с конкретными правилами, и поведение в соответствии с этими правилами автоматически гарантирует нам конечное счастье. Грубо говоря, веди себя в соответствии с такими-то заповедями, и ты автоматически будешь спасен или будешь спасена. Ну, в общем-то, простой тезис. Разумеется, теистические традиции в целом к нему не сводятся. Есть огромное количество совершенно иных интерпретаций, иных школ мысли, в том числе и в рамках христианства, ислама, иудаизма и так далее. Но есть и вот эта простая интерпретация, которая призывает именно к установлению контроля над нашим поведением. И все. Не более. Что само по себе уже тоже исполинская задача установить хотя бы базовый контроль над нашими телом, речью и умом. Дело очень и очень непростое. Это требует от нас обуздания наших импульсов, импульсов тела и речи, какого-то, разумеется, обуздания импульсов нашего ума, ведь именно из него проистекают наши поступки физические и акты нашей речи. Так что это уже само по себе дело очень сложно. Но Будда, призывая нас к контролю над поведенческой составляющей, все же говорит, главное, к чему мы стремимся на этом пути, на пути, который я, Будда, преподал, это изменение нашего восприятия, нашего мироощущения, того, как мы понимаем мир, того, как мы рассматриваем себя и того, как мы рассматриваем окружающую реальность. Вот на чем делается основной фор, это и есть, соответственно, это самая когнитивная тренировка, когнитивная психология, когнитивная психотерапия, как угодно мы можем называть это в наше время, но по простому, по большому счету, все сводится к тому, чтобы существенным образом изменить модели функционирования нашего ума, а за счет этого добиться большего счастья и устранить неблагополучие. Очень простой тезис, и раскладывать его можно бесчисленным множеством способов. Например, мы можем поговорить об устройстве ума, и многие из тех, кто изучает буддизм давно, с ними в большей или меньшей степени знакомы. Можем разложить ум на такие компоненты, как шесть или восемь базовых сознаний, 51 или 52 умственных факторов или умственных функций, и на основе понимания этих составных элементов увидеть, как разные шестеренки, вращающиеся в том, что мы обобщенно называем умом, приводят к тому, что в каждый конкретный момент мы переживаем одно из трех так называемых чувств. Дискомфорт, комфорт или нейтральное переживание. Соответственно, таково классическое описание того, что в буддизме называется чувствами. Мы это чувствами называем гнев, страх, радость, любовь и тому подобные вещи, но исходное санскритское и полийское понятие, Бхаба относится именно к вот этим трем переживаниям – комфорт, дискомфорт и нейтральное. Соответственно, в рамках этого мы, разумеется, инстинктивно стремимся к комфортным переживаниям, инстинктивно стремимся избегать дискомфортных, ну а к нейтральным относимся, в общем-то, безразлично, что вполне понятно, и стараемся, если они присутствуют, опять-таки уехать в сторону большего комфорта. В некоторых случаях, правда, бывает так, что люди, переживая нейтральное переживание, настолько не могут с ним свыкнуться, что даже стремятся в дискомфорт скатиться, лишь бы не сидеть просто в этом нейтральном состоянии, в котором тебе не так, не так. Но, за вычетом этого, как мы понимаем, аксиома, относящаяся к нашему уму в целом, такова. Мы всегда стремимся к счастью, всегда стремимся избегать страданий. Это базовый тезис, который всегда озвучивает его стейшство Далалама, когда беседуют с любой аудиторией, независимо от того, беседует ли он на тему тибетского буддизма, рассматривая, скажем, сложнейшие вопросы, связанные с темой пустотности или темой тандры, о которой мы сегодня в том числе будем говорить, или когда он обращается к светской аудитории, которая однозначно говорит, ни в коей мере не считайте, что я призываю вас обращаться в буддизм, гораздо важнее, чтобы вы были нравственными людьми на основе светской этики. Но, обращаясь к этой аудитории, он точно так же напоминает об этом тезисе. Все существа, включая, разумеется, все 7 миллиардов, скоро уже 8 миллиардов людей, которые живут на этой планете, стремятся к счастью и стремятся избежать страданий. Вся система, которую описал Будда, так называемые 84 тысячи учений, такая перболическая цифра приводится, вся эта система вращается вокруг тезиса о счастье и страдании и призвана нам помочь понять, каковы подлинные причины счастья, каковы причины страданий. Сначала нужно с этим разобраться, ведь если мы этого не понимаем, то будем по ошибке стремиться к тому, что на самом деле является причиной страданий, думая, что это принесет нам счастье. Соответственно, как в вечно приводимом примере, подобно наивному ребенку, совать руку в огонь и удивляться, что мы обожглись. Если же мы начнем понимать, что является причиной счастья и что является причиной страданий, плюс пожелаем себе достичь счастья и избавиться от страданий, а как показывает опыт принесения буддизма на запад в широком понимании, это очень важная вещь. Очень многим людям сложно в полной мере развить свое естественное стремление к счастью в силу великого множества проблем, связанных с низкой самооценкой, губительным чувством вины, остаточной верой в первородный грех и тому подобные вещи, которые буддизму совершенно не свойственны, в силу чего приобретает особую значимость практика развития любящей доброты по отношению к себе, практика развития сострадания по отношению к себе. Но если мы разобрались с тем, что является причиной счастья и причиной страдания, и поняли, скажем, что есть разные виды счастья, один из которых неустойчив по умолчанию, потому что зависит от внешних факторов, другой, в соответствии с этой рабочей гипотезой, устойчив, потому что опирается на развитые качества нашего ума. Если мы разобрались с этим, поняли, каковы причины этих видов счастья, научились полностью желать себе этого счастья, то следующий естественный шаг – начать взращивать причины счастья, отбрасывать причины страданий, и вот здесь разворачивается уже, собственно, вся практическая модель. То есть, что нужно делать, на каком этапе. То, опять же, с чем мы тоже часто не можем разобраться, когда первично начинаем знакомиться с буддизмом. На самом деле, разумеется, буддийские тексты классические, причем буддийские тексты всех трех основных ветвей буддизма, которые можно до двух свести. Мы знаем, что есть две основные ветви – северная и южная, грубо говоря, буддизм Хировада, и буддизм Махаяна. Буддизм Махаяна делится, в свою очередь, на две ветви – дальневосточную – это Китай, Япония, Корея, Вьетнам, и северную – Тибет, Монголия, буддийские регионы России, Бутан и так далее. Все три эти ветви буддизма распространены по свету, внутри себя они содержат огромное количество вариаций под школ, под традиции, которые между собой могут очень радикально различаться. Например, если бы мы посмотрели на японский буддизм конкретно, то увидели бы радикальные различия между буддизмом чистой земли, который в Японии выделился в отдельную, четко отделенную от других школу, и дзен-буддизм. Между ними очень великие различия, хотя, разумеется, базис остается общим, относящимся к самому ведру учений Будды. Соответственно, мы бы увидели эти существенные различия даже в рамках каждой из ветвей, и все же, если мы на них смотрим действительно через призму исходных учений Будды, мы должны быть способны проследить общий базис, вернуться к таким базовым понятиям, как, скажем, три печати, четыре печати, как это называется в буддизме Махаяна, или три знака, как это чаще всего описывается в тхиравадинском буддизме, или, скажем, четыре благородные истины, разумеется, первое и важнейшее изучение Будды, ну и тому подобные вещи везде должны быть способны проследить. Если они теряются у нас из виду, то очень легко запутаться во всем многообразии практик. И тогда у нас возникают вопросы, вот я сходил сюда, здесь мне сказали повторять имя Будды Амитабхи, вот я сюда сходил, тут медитирую на дыхании, вот здесь, соответственно, учат какие-то мантры читать, а вот здесь нужно отбросить все мысли и просто сидеть за дзен, а здесь нужно решать коаны, а вот здесь нужно себя представлять сорокоруким божеством. Чего-то не могу понять, как это все между собой ввязывается, и при чем тут вообще, соответственно, Будда. Часто возникающая проблема связана с тем, что буддизм приходит на Запад, и в том числе в Россию, неупорядочена, в том смысле, что в большинстве случаев нет возможности привести группу учителей и сорганизовать их деятельность так, на долгосрочной основе, причем не краткосрочно, чтобы любой желающий, придя к изучению буддизма, мог осваивать его этап за этапом, собрать общую картину, ту самую, которую мы в этих лекциях пытаемся нарисовать, а потом уже знать, что куда встраивается. Опять же, даже если мы приходим в какие-то институты, центры, ретритные центры, даже монастыри, где ведутся долгосрочные программы обучения, мы очень легко можем прийти на изучение даже основополагающего какого-то текста и все равно не понять, как он соотносится с общим контекстом пути, все равно не понять, куда что притыкается. И даже если мы придем в какой-то буддийский центр, скажем, изучать обзорные учения по пути, скажем, так называемые тексты Ламрима, этапов пути, изучив тексты Ламрима в рамках одной традиции, мы все равно можем остаться совершенно невежественными относительно того, как то же самое параллельно, но другими словами описывают другие традиции, даже, скажем, в рамках только тибетского буддизма. А силу этого нашего недостаточного понимания сходства всех традиций и их общей логики, мы впадем в сектарное воззрение, запутаем себя и других, ну и все это, может, плохо хочется. Может и хорошо в некоторых случаях, но иногда плохо. Поэтому это нам и важно уловить общий принцип. И тут нам на помощь приходят различные метафоры, различные образы, с помощью которых легко запомнить общую сущность буддийского пути, которая является общей, кстати говоря, и для южного буддизма, и для северного. Многие знают про замечательную книгу «Досточтимый Туктеншедрон», которая называется «Открытое сердце. Ясный ум». Соответственно, и, собственно, само название этой книги, помимо ее прекрасного содержания, это один из превосходных способов описать всю сущность буддизма. Открытость сердца, ясность ума. Если мы развиваем параллельно эти две вещи – доброжелательность, сострадание, способность сорадоваться другим, равная открытость по отношению другим, и все остальное, что мы на Западе бы классически ассоциировали с сердцем. Как мы знаем, в буддизме вообще нет разделения на ум и сердце, это чисто западная категория. Но вот если бы мы своими терминами это описывали, мы бы могли говорить о развитии вот этой открытости сердца. И, разумеется, у многих она с буддизмом ассоциируется естественным образом. Сострадание, ненасилие, на благо всех живых существ – все эти ключевые понятия нам приходят, когда мы про буддизм думаем. Все понятно. Открытость сердца, доброжелательность, доброта. Причем вещь, разумеется, понимаемая эта вещь общая для всех религиозных конфессий. Если вы не знакомы с работами доктора Карнарфструнда, то прекрасно было бы посмотреть ее лекции на эту тему на TED.com, или у нас на сайте, они просто перепощены, почитать ее замечательную книгу «Дай о религии», или прочесть, скажем, седьмую главу его книги «Егостечество Далаламы. Мое путешествие в мир духовных традиций». И на основе этих источников мы увидим, что идеалы сострадания любящей доброты являются общим ядром всех основных конфессий. Разумеется, отсюда-то и наша идея о том, что, скажем, любовь ко всем – это христианство, любовь в христианском смысле, как мы это часто называем, если не опираемся, в первую очередь, на какую-то другую традицию. Я, собственно, и сам всегда-то говорил до того, как стал активно знакомиться с буддизмом, противопоставляя романтическую любовь любви в христианском смысле. Идея очень понятная, и, в общем, кто читал Толстого, тот все про это знает. То же самое, разумеется, с иудаизмом, то же самое и с исламом, если в особенности глубоко присмотреться к суфрийским учениям. И, в общем-то, в целом по палате мы этот идеал увидим. Другой вопрос – это, разумеется, насколько эти идеалы любящей доброты и сострадания проявляются на практике в деятельности конкретных институтов или в методах тренировки ума. Ведь какие-то традиции могут нам говорить – да, возлюби ближнего своего, да, отставляй другую щеку и так далее, но не всегда могут при этом описывать, как именно это делать. Грубо говоря, не объясняют нам принцип, но не объясняют, как научиться его применять. Ты должен быть любящим, ты должен быть сострадательным. Ну, здорово, хорошо, я согласен, круто было бы, а что дальше? Как это тренировать? Вот это уже не объясняется. Почему? Например, в силу того, что многие традиции во своей исторической эволюции и по мере того, как они обрастали жестко структурированными институтами, в том числе связанными со социальным рассловением и всем таким прочим, потеряли свои психотехники или в какой-то степени их утратили. Мы знаем, например, что католицизм в последние сорок лет переживает, с одной стороны, глубокий кризис, глубокий и затяжной, с другой стороны, в нем очень мощно поднимаются движения христианской медитации, причем не придуманные за последние сорок лет. Вот у нас все тонет, поэтому сейчас придумаем медитацию, будем ее продавать, и, может, тогда вы все вернетесь. А наоборот, возвращающий людей к исходным источникам, в первую очередь к писаниям отцов и матерей пустынников, а от матерей пустынниц, соответственно, самых ранних христианских йогинов, которые занимались интенсивной психопрактикой. На основе этого возврата к исходным психотехникам все большее количество христиан, причем не только в католицизме, где в первую очередь это движение поднялись, но и в протестантизме, который активно примыкает к этому движению, и в значительно меньшей степени в православии, которая в силу своего крайнего консерватизма неохотно смотрит на все эти вещи. Благодаря этому огромное количество людей имеют возможность освоить простые, реально применимые техники управления умом и техники развития доброты сердца. Соответственно, с этим все понятно, и это является общим для всех традиций, тут уж мы не можем говорить, вот только буддисты могут говорить о доброте сердца. Но вот вторая составляющая, то, что относится к ясности ума, хотя и является общей тоже для всех традиций, ведь даже в упомянутой христианской медитации очень большое разночение имеет способность к сосредоточению, развитие способности к сосредоточению, способность к осознаванию своих импульсов, чувств и мыслей, способность к контролю над мыслями и импульсами и все такое прочее. Все эти вещи важны, и потому они также являются общими. Несмотря на это, буддизм делает особый упор на то, чтобы ясность ума довести до невероятных высот. Не только с точки зрения нашей способности к сосредоточению, к поддержанию спокойствия, к, скажем, управлению своими мыслями, эмоциями и так далее, это все вещи, опять же, общие, но и с точки зрения того, насколько глубоко мы заглядываем в природу реальности, в том числе в природу своего я и природу всех остальных явлений. Или, как это чаще описывается, природу личности и природу явлений. Это две главные категории, которые мы изучаем, когда пытаемся постичь глубинную природу всего, что существует. И отсюда вот эта тезис, или вот эта метафора, знаменитая метафора про два крыла. Соответственно, тут у нас работа Эбода Хендерсона Тайра из собрания Смитсониевского музея, где нарисована женщина с двумя крыльями. Что ж, образ нам хорошо понятный из нашей христианской художественной и мифологической традиции. Два крыла, соответственно, для буддизма это чаще описывается, разумеется, как два крыла птицы. Это крылья мудрости и сострадания, или мудрости и метода, соответственно, где под методом подразумевается все, что относится к доброте сердца, сострадание, любящая доброта, способность сорадованию, равная открытость ко всем. А также на более глубоком уровне, уровне тантры, на который мы совсем обзорно посмотрим во второй части, особые интенсивные состояния ума, такие как блаженство. Это все относится обобщенно к методу. В то время как мудрости обобщенно относятся в какой-то степени способность к поддержанию спокойствия и устойчивости ума, способность к сосредоточению, но в особенности наличие или развитие прозрения относительно природы я, своего я и я других, и явлений. Глубинное исследование этих слоев реальности. Другие традиции также содержат учение о мудрости, безусловно, и потому его стечество Далаламов однозначно совершенно утверждает. Все основные традиции содержат в себе методы Шамадхи и Випашхины. Как мы это называем в буддизме? Методами Шамадхи или методами развития Шамадхи. Мы называем методы развития сосредоточения. Методами развития Випашхины мы называем те практики медитации, которые направлены на исследование глубинной природы реальности. Если мы откроем перед собой классические суфийские тексты, скажем, то совершенно однозначно увидим и Шамадху и Випашхину. Если мы посмотрим на христианские тексты по медитации, такие как Облако незнания знаменитый, анонимный текст 14-го, кажется, века, или 12-го, который очень многие сравнивают с дзен-гуддийскими источниками, то точно также увидим в нем и Шамадху, и Випашхину. Но различие будет крыться в том, как применяется Випашхина и на что она направлена. Если теистические традиции в первую очередь пытаются направить Випашхину на распознавание нераздельности всего сущего с единым источником, творцом или окончательным абсолютом, который обладает окончательным существованием, и отсюда в том числе поэтические образы, которые использовал Томас Мёртон, тоже выдающийся практикующий медитации, который был знаком с буддийской и христианской традициями. В одном из своих стихотворений или прозаических выкладок на эту тему он писал о том, что мы можем все осознавать себя словами на устах Бога. И все, что мы есть, это слово, которое выражается из этого источника. Ну, там на самом деле гораздо красивее это все сформулировано, это так коряво своими словами пересказываю, но это по большому счету описание христианской Випашхины. Практикующий медитирует на том, что он является лишь эманацией, проявлением, пузырем на поверхности Вселенского океана реальности. И эта глубинная медитация в христианской традиции приводит к выходу за рамки собственного эго, а выход за рамки собственного эго позволяет выйти в значительной степени за рамки своих ограниченных страданий, во всяком случае тех страданий, что проистекают из эгоизма, туннельного видения и тому подобных вещей. Буддизм в Випашхине делает упор на другое, на том, чтобы аналитически, на глубинном уровне исследовать природу своего Я, анализируя ее и пытаясь ее подлинным образом распознать, природу своего Я или, соответственно, природу внешних явлений. Есть, разумеется, техники, в которых анализ присутствует в очень ограниченной степени, есть техники, в которых он присутствует в очень развернутом ключе. Но и в том, и в другом случае какой-то элемент анализа сохраняется. Отсюда неверность цемнитого заблуждения о том, что, ну, вот есть такие практики, как Великая Печать Махамудры, такие практики, как Великое Совершенство Цзок Пучен, Полидзак Чен, там, соответственно, нет никакого анализа. Это неверно, если мы посмотрим на коренные тексты, то увидим, что там присутствует анализ, хоть и в очень сущностной сжатой форме. Очень краткий и конкретный анализ по ключевым пунктам приводит практикующего к распознаванию окончательной природы своего Я и явления. Но анализ все равно есть, просто он очень сжат. В то время как в текстах Великого Срединного Пути, Маха Матхямаки, или в текстах Традиции Только Ум Чита Матра, мы увидим, соответственно, более развернутые цепочки, которые практикующий применяет, прежде чем придет к постижению реальности. Соответственно, какой бы из этих методов мы не использовали, буддизм призывает нас распознать окончательную природу своего Я и явлений, и за счет этого распознавания отсечь корень страданий. Соответственно, сейчас мы вспомним, как это работает, но это лишь возвращает нас, собственно, к той лекции, в которой мы говорили уже про умственные факторы, в частности, про омрачение, и в частности, про три коренных омрачения, привязанность, отторжение и неведение. Логика здесь очень проста. Мы говорили о том, что с точки зрения буддийской психологии, той, которая развивалась в Индии примерно со II века до нашей эры до XII века нашей эры. Это традиция главных монастырских университетов Индии. Первого Такшишила и трех великих. Наланда, Икрамашила и Адамтапури, из которых мы в особенности чаще всего выделяем Наланду. Потому что тибетский буддизм, в особенности, это буддизм, происходящий от традиции Наланды. И вот здесь, что Лама всегда говорит, пожалуйста, никогда не говорите ламаизм, никого ламаизма не существует. Тибетский буддизм – это буддизм традиции Наланды. Он весь пронизан текстами Наланды, методологией Наланды и всем остальным из Наланды. Поэтому считать, что он какой-то отдельный, отделенный от того буддизма, который существовал в Индии с I по XII век, совершенно неверно. Это просто не соответствует реальности. Так вот, в рамках этой традиции и ее практической психологической модели мы говорим о многообразии омрачений, которые причиняют нам страдания. Потому что омрачение – одна из двух главных причин страданий. наравне с кармой или компульсиями, которые нас побуждают переживать что-то после того, как мы что-то совершили, оставив соответствующий отпечаток. Так вот, рассматривая древо омрачений, их иерархию, то, как одно вытекает из другого, как, скажем, гордыня, зависть, ревность и тому подобные вещи, вытекают из более базовых элементов в нашем уме, мы возвращаемся снова и снова к триаде, трем отравляющим состояниям. Если вы представляете себе живописные изображения колеса сансары, их всегда можно увидеть на внешней стене буддийских храмов, построенных по тибетскому канону, по индийскому канону, соответственно, там на внешней стене рядом с двери должно быть нарисовано это колесо. Вот то, знаете, что в самом центре этого колеса, в котором там много всего по нарисованным, изображаются три животных, змея, свинья и петух, которые иногда друг друга пожирают по кругу, иногда свинья, если не ошибаюсь, внизу, а петух со змеей на свинье сидят. Не потому что в Индии не такое еще можно увидеть в плане зоологического многообразия, а потому что свинья, которая символизирует неведение, является базовым омрачением, а отторжение и привязанность, соответственно, змея и петух в символической форме, из него уже проистекают. Грубо говоря, здесь мы должны понимать, и это мы подробно проговаривали, когда беседовали об омрачениях, если мы отсечем коренное омрачение, то вся конструкция рухнет, соответственно, и все омрачения будут одновременно отсечены. Поэтому в целом весь вектор буддийского пути направлен на то, чтобы отсечь основополагающее неведение. Да, есть бесчисленное множество методов для работы с конкретными омрачающими состояниями ума. Например, я страдаю от избыточной ревности. Что я могу практиковать? Такие вещи, как развитие непривязанности с помощью разных техник. Это очень конкретные техники, а не просто обобщенные идеи. Развитие сорадования и тому подобное. Я страдаю от гордыни. Какие методы я могу применять? Я могу медитировать на отсутствие фиксированного я, раскладывая себя на элементы и видя, что нет никакой основы для гордыни на самом деле. Могу медитировать на том, что все мои познания и качества проистекают от других. Опять-таки увидишь, что я со своей стороны не являюсь носителем этих благих качеств самосуще. Могу медитировать на превосходных качествах других и таким образом увидеть, что на самом деле, может быть, все меня во всем превосходят. Но не в том смысле, что я от этого попаду в заниженную самооценку, а просто в том смысле, что я уравновешу свое чувство прекрасное, свое чувство я. Перестану впадать в завышенную самооценку, перестану скатываться в заниженную, и у меня будет здоровое и адекватное представление о своем я и моих благих и ведурных качествах, соответственно. Любой из этих методов могу применять, их на самом деле гораздо больше. Но главное, что вот такой арсенал существует. Скажем, я страдаю от навязчивой привязанности к своей чашке, которая меня преследует от лекции к лекции. Что я могу делать, чтобы с ней разобраться? Могу медитировать на ее непостоянстве, могу медитировать на ее отвратительных чертах, могу медитировать на щедрости применительно к этой чашке, представлять, скажем, что я приумножаю ее миллиарды раз и преподношу всем Буддам, всем живым существам, пусть все существа наслаждаются превосходными чашками. Все это могу делать, широкий спектр методов для работы с одним-единственным обращением. Ну, понятная история, в общем-то, кого какая проблема, в зависимости от того, какая у нас проблема, мы можем применять соответствующий метод. Это часто с аптечкой сравнивают. Если у тебя, соответственно, болит голова, потому что ты в пятницу перегулял, то выпей такое-то лекарство. Если у тебя, соответственно, диарея, потому что в пятницу перегулял, выпей какое-то другое, очень конкретный набор лекарств. Отличие от аптечки здесь состоит в том, что буддизм предлагает единое лекарство, которое вылечит все наши болезни. В то время как современная медицина, да и классическая медицина, такого лекарства не предлагает, хоть мы и можем верить в чудесную животворящую силу ягод Годжи, они не исцелят нас от всех болезней, как бы мы в то ни верили. Даже волшебная куркума и тому подобные чудесные вещества, которые обладают широким спектром медицинских, теоретически, это уже все предстоит доказать, и проверить во множестве конкретных клинических случаях. Даже тому подобные вещи никогда не могут считаться или являться всей исцеляющей панацеей, как мы понимаем. То же самое с кровопусканием, любимым методом средневековых врачей, клизмой, любимым методом тоже средневековых врачей, пиявками и другими замечательными вещами, которые в разные времена человечество воспринимало как панаце. По мысли буддизма, однако, есть все исцеляющие лекарства, которые исцелят нас от всех болезней тела и ума, но в долгосрочной перспективе. И это лекарство – это развитие мудрости. Если мы отсечем основополагающее омрачение, неведение, которое и является корнем всей сансары, то все здание сансары рухнет. Поэтому-то и говорится, что даже первый проблеск мудрости, который мы зарождаем, само, как это сказано Арье Деве, как это часто цитируется, сомнение относительно реальности явлений. Одно только это сомнение, одна просто мысль, которая у нас возникает, мысль сомнения в том, что явление существует с собственной стороны, потрясает все здание сансары. Настолько считается важным развитие этой мудрости, и настолько развитие мудрости напрямую связано с тем, чтобы обрушить сансару в целом. Разумеется, как мы уже подробно объясняли, разрушение сансары, выход за пределы сансары не подразумевает, что мы вообще перестаем существовать. Хотя в южном буддизме есть часть последователей, которые считают в пресечении существования, другая часть – представители Тхиравады, и вся Махаяна отвергают мысль о том, что возможно полное онтологическое несуществование потока ума, что ум можно пресечь. Ну и Махаяна, разумеется, имеет очень развернутые цепочки объяснений на эту тему, которые в том числе можно изучить по текстам Нагарджуны, или изучая в целом традицию, в особенности Матхямагри, срединного пути. Так вот, если пресечение страданий в сансаре не подразумевает полного прекращения нашего существования, если речь идет не о космическом суициде, как это иногда намеренно и искаженно преподносится не только дьяконам Кураевым, но который сделал немало для того, чтобы межконфессиональной гармонии не существовало, и у всех были ошибочные представления о буддизме, причем сделал это целенаправленно. Не только им, но и многочисленной плеядой не вполне квалифицированных преподавателей, скажем, курсов истории религии и тому подобных вещей, которые с искренней убежденностью своим студентам самых разных учебных заведений, в том числе высшего эшелона, рассказывают о том, что весь буддизм направлен на космический суицид. Вы знаете, вам это нужно, но, конечно же, нет. Бегите от буддизма скорее. Вопреки этому ошибочному представлению, большая часть буддистов однозначно логически отвергают возможность космического суицида и говорим, что «Когда мы прекратим загрязнённое существование, когда мы пресечем основополагающее неведение, ум, а на самом деле и тело, тело в широком смысле не это конкретное, а наши тела в целом, наши материальные составляющие продолжат существовать, но в совершенно ином формате. Мы обретём так называемое чистое или незагрязненное существование, которое по природе своей свободно отстрадает. Это чистое или незагрязненное существование Мы же описывали в 12-й лекции про основополагающую и всеобщую колесницу, где мы говорили про так называемые три или четыре тела Будды, или собрания Будды, такие как Дхрамакая, тело истины, Самкугакая, тело наслаждения и тому подобные вещи. Все не просто какие-то светящиеся оболочки, совершенно не то, что мы понимаем в таком широком шизотерическом смысле под астральным телом и подобными вещами. Совсем не это. Это лишь способ сгруппировать разные факторы, из которых состоит Будда, по категориям, с помощью которых мы понимаем, как Будда существует и функционирует, как он приносит благо себе и как он приносит благо другим. Мы в большей или меньшей степени эту тему осветили в той лекции, так обобщенно, а подробно ее, разумеется, можно изучать очень и очень долго, рассматривая разные интерпретации разных традиций и видя, насколько эти разные интерпретации вместе помогают нам очень глубоко понять, что же такое незагрязненное существование, которого мы сможем достичь, если придем к полному пробуждению, если станем Буддами после того, как полностью устраним все невидимое. А вот продвигаемся к этому незагрязненному состоянию и проходим все предшествующие ему этапы, этапы, на которых мы подсекаем постепенно свои омрачения самые разнообразные, это этапы развития мудрости и сострадания, все тех же двух крыльев, из которых мы в этот рассмотрим в особенности на крыло мудрости, потому что метод рассматривали в предшествующие разы. Мы начали рассматривать его, когда говорили о развитии любящей доброты, еще на уровне основополагающей колесницы, те методы есть и в южном и в северном буддизме, глубокие и очень мощные практики развития доброжелательности, сострадания, вещь очень важная для обеих ветвей. Но продолжили или углубили это обсуждение, когда стали говорить про развитие особых великих состояний ума, четырех великих так называемых, при которых мы принимаем личную ответственность за счастье всех существ. И, наконец, поговорили про бодхичитту, особое исключительное учение и особое исключительное понятие, которое есть только в северном буддизме, в буддизме Махаяна, и под которым подразумевается стремление достичь полностью пробужденного состояния, состояния Будды, ради блага всех живых существ. Соответственно, в прошлый раз, это было 13-14 лекции, мы поговорили, собственно, про бодхичитту, про поэтапный путь ее развития, про то, как она затем переливается в практику нравственных совершенств, так называемых парамид, и про то, как мы можем применять методы развития бодхичитты для преобразования проблем в путь, как мы говорили. Сталкиваясь с затруднительными ситуациями, использовать широкий спектр методов, но в особенности методы бодхичитты для того, чтобы затруднительные ситуации, такие как наши болезни, расставания, карьерный крах, внешний кризис, экономика, политика, экология, все на свете преобразить в путь развития мудрости и сострадания, опять-таки. Еще один. В буддизме вообще очень много, на самом деле, символических, разумеется, изображений этих самых двух крыльев, потому что вообще у буддизма очень развитая художественная система и в то же время очень прикладная. Вся буддийская иконопись, например, традиция рисования тханок, которые имеют отдельные ветви совершенно, скажем, в Тибете и в Китае и Японии, где очень многое сходно, но, разумеется, многое различается. И традиция буддийской скульптуры и тому подобные вещи, все они носят исключительно прикладной характер. Они не просто призваны нас порадовать прекрасными образами каких-то там замечательных вещей, людей, существ и так далее. Они призваны нас обучить и вдохновить на практику. Все эти прекрасные статуи, скульптуры, тханки, живописные изображения самого разного плана, каллиграфия в том числе, все это призвано послужить опорой для нашей практики и в том числе учить нас с помощью графических образов. Поэтому, если мы смотрим на любое простое изображение, вот, скажем, здесь у нас изображение Будды Амитабхи из тибетской традиции, то, если мы знакомы с символизмом, хотя бы на самом простом уровне, мы, смотря на это изображение, видим очень много указаний относительно своей практики. Например, если мы посмотрим на руки Будды Амитабхи, то увидим, что они сложны в классическую мудру медитации. Некоторые, начиная исправить буддийскую медитацию, делают индийскую мудру, все-таки, из хатха-йоги, но в буддизме она никогда не используется, откровенно говоря. В буддизме вот этого жеста совсем другой смысл, это жест вращения колеса дхармы, а в медитации никто так руки никогда не складывает. Но, это уж лично вопрос личного выбора, но классически в буддизме для медитации используется вот это положение рук. В тибетской традиции мы кладем правую ладонь поверх левой и соединяем большие пальцы. В традиции дзен делаем наоборот, но там свое объяснение. А вот если мы посмотрим на тибетскую традицию, на вот эту мудру, где правая ладонь поверх левой, то, что мы видим здесь на изображении Будды Амитабхи, то поймем, что здесь закрыт очень простой прикладной смысл. Левая рука ассоциируется с мудростью, соответственно, правая рука с методом. Метод сострадания или блаженства, мудрость, соответственно, постижения природы реальности. То, что мудрость здесь находится снизу, указывает на то, что она является базисом для всего остального. Потому-то это называется основополагающей природой реальности. Все конкретные вещи, чашки, люди, Будды, таракан у нас на пианино, телевизор, космос, Вселенная, множество Вселенных, мысль, чувство, образ летающего единорога в моей голове. Все это проявления, пузыри на поверхности основополагающей реальности. Но сама основополагающая реальность, которую мы можем по-разному описывать, например, через такие слова, как бессамостность или пустотность, это базис. То, из чего все проявляется. Поэтому-то она и снизу. Основополагающая природа реальности это основа, потому-то, корень основа уже пять раз прозвучал. А сострадание или мудрость это лишь конкретное проявление. Оно очень важно, и без него мы не придем к полному раскрытию своего потенциала, не станем Буддами. Но оно является уже проявленным из этой глубинной основы, второстепенным по отношению к этой основополагающей природе реальности. И все же они не раздельны. Поэтому-то мудро в целом обе руки соединяет в этом положении. В других случаях мы, например, бы увидели немножко другую конфигурацию рук, так называемое ваджное объятие, где правая рука была бы спереди, то есть дальше от нас, левая рука была бы сзади, то есть ближе к нам. И это указывало бы на то, что по пути нас все-таки волочет именно метод. Именно сострадание, именно любящая доброта подталкивает нас к тому, чтобы двигаться шаг за шагом. Ведь что нас мотивирует на то, чтобы помогать существам? Не то, что все пустотно, а то, что существа страдают и лишены счастья. И этот альтруизм, который мы сознательно взращиваем шаг за шагом, заставляет нас отрывать пятую точку и двигаться, когда это необходимо, или наоборот усаживать ее на подушку и сидеть, когда это необходимо. Как мы знаем, на буддийском пути нужно и то, и другое. В то время как левая рука все-таки остается близкой к нам, потому что это сокровенная природа реальности. Она сокрыта внутри всех явлений. Если мы заглянем в подлинную природу альтруизма, то видим, что даже сам по себе альтруизм лишен независимого существования, так же пустотно. То же самое и с ногами, сложенными в позе по положению полного лотоса, который в тибетском буддизме называется «вазженной позой». Левая, соответственно, стопа на правом бедре, правая стопа на левом бедре. Но классически всегда предлагается правую ногу помещать перед левой, в отличие от хатха-йоги, где это не принципиально. Разумеется, если мы знаем технику травм безопасности, мы будем менять перекрест ног, потому что иначе можно накопить травму. Но на символическом уровне именно правая нога оказывается спереди, потому что метод ведет, а мудрость сокрыта внутри. Мудрость – это сокровенная, точнее говоря, пустотность внутри. Пустотность – сокровенная природа всех явлений, но метод, который проявился на поверхности, ведет нас к полному достижению состояния Будды ради блага всех существ. То же самое мы видим снова и снова в самых разных других образах. Можно их отдельно вспоминать, можно показывать, можно интерпретировать. Это просто иллюстрация к тому, как эти вещи дважды звучат в одной только позе Будды Амитамхи. И также указание на то, что любое такое живописное изображение – это не просто «ой, как красиво», и не просто «как нужно визуализировать», это еще само по себе учение. Если мы были бы неграмотны, не могли бы читать, мы всегда могли бы, но знакомы были бы с этими базовыми вещами, приедя в любой храм или имея в своем распоряжении тханко, мы могли бы снова и снова считывать разные рекомендации насчет нашей собственной практики. Ну, грубо говоря, мы неграмотны, но у нас есть изображение Будды Тары, очень любимой тибетской Будды в женской форме. Мы выполняем практики, связанные с Буддой Тарой, или вообще в целом она нас вдохновляет. И вот смотрим мы иногда на это свое изображение, может быть уже старое, может быть маленькое по объему, может быть и большое, конечно, но, скорее всего, если мы на мат, то откуда у нас в шатре будет большое изображение. Что-то маленькое мы с собой возим там по этим необъятным тибетским полям, читать не умеем. И все же мы смотрим на это изображение и видим, что у Тары та же самая история с позой. Например, ее правая нога вытянута, указывая на метод, левая нога поджата, указывая на мудрость, правая рука вытянута, указывая на метод, левая рука прижата к сердцу, указывая на мудрость и так далее. Даже на основании этих простых указаний о том, какую позу она принимает, мы бы уже видели ежедневные напоминания для нашей ежедневной практики. Вспоминали бы, ага, если я хочу стать Тарой, достичь того же пробуждения, что достигла она, мне нужно сочетать сострадание, готовое помогать живым существам, и мудрость, которая распознает природу реальности. Я не могу одно отбросить ради другого. Не могу только всем помогать, все время раздавая все до последней нитки, и при этом не задумываясь о том, как реально существую я явлением. Не могу, потому что это не отсечет с новополагающим омрачением. Я не избавлюсь от неведения. Стала быть, вся конструкция омрачений так и будет прочно стоять, даже если я в какой-то степени ослаблю эту конструкцию с помощью развития альтруизма. Но не могу, разумеется, точно так же и только погружаться в исследование природы реальности, полностью игнорируя других существ. Потому что если природа реальности – это действительно взаимозависимость, то естественный шаг на пути к развитию и постижению этой природы, осознавая взаимозависимость, стремится к благополучию всех существ, а не только своему собственному. Чем глубже я распознаваю отсутствие у себя независимого существования, тем больше я начинаю отождествлять себя со всеми существами, с участью всех существ, которые страдают, не желая страдать, лишены счастья, но желают счастья и так далее. Все, естественные процессы, и все. Это мы вдруг поняли по маленькой картиночке дары, которая у нас там в шатре висит, пока мы поясем свой скоб, переходя с пастбища на пастбища. Замечательный способ обучения, замечательный способ напоминания себе о важных вопросах практики. Тем не менее, теперь посмотрим на все это со всем другой стороны. Мы живем не в условиях ключевых, мы не кочевники, мы, скорее всего, все умеем читать. Знакомы, может быть, даже с работами по квантовой физике или с отчетами ежегодных конференций «Ум и жизнь». Соответственно, если не знакомы, очень рекомендую. Вы знаете, как все знают, наверное, каждый год проходят очень крупные конференции, в рамках которых его здесь, что дала Лама и другие крупные учителя, с одной стороны, и крупнейшие представители, и самые открытые умом представители современной науки ведут диалог по разным темам. Каждый год конференция просвещена разным, соответственно, со всем темам. Иногда это квантовая физика, иногда это нейробиология, иногда это психотерапия, иногда это что-то еще. Опросы, связанные со временем, пространством, философией и так далее. Самые разные бывают темы, поэтому разный всегда состав участников, но каждый раз это очень занимательные и очень продуктивные встречи для обеих сторон, и по итогам и всегда публикуются отчеты в форме толстой или иногда тонкой книги. Даже на русском языке доступны три таких источника. Соответственно, на официальном сайте dalama.ru на русском языке или на глазичном dalama.com можно найти полные списки этих книг и, соответственно, посмотреть, какие из них изданы на русском языке. В том числе, одна из них, Вселенная в одном атме, нам рассказывает о диалоге между буддизмом, буддийским пониманием реальности и квантовой физикой, и о параллелях, которые, разумеется, неизбежны, а также о том, как понимание физики, понимание квантовой физики в особенности, подводит нас к развитию мудрости. Именно поэтому некоторые, во всяком случае, люди, доктор Уоллес в книжке пишет даже многие или даже большинство, многие люди, которые знакомятся с буддийской философией, подходят к ней через комплекс учений, связанных с мудростью. Приходят к изучению буддийской философии, потому что немножко знакомы с квантовой физикой, например. А поскольку квантовая физика и буддийская философия очень сходным образом описывают окончательную природу реальности, если мы понимаем хоть в какой-то степени самые разные построения, связанные с квантовой физикой, и корпускулярно-волновый дуализм, теорию сверхструн и тому подобные вещи, на самом деле там широчайший спектр теории и всего такого прочего, понимание любой из этих вещей легко подводит нас к тому, чтобы заинтересоваться темой пустотности и даже хорошо ее понять. Поэтому многие люди говорят, некоторые люди говорят, что они вполне справедливы. «Ой, ну еще это вы мне тут про буддизм рассказываете, говорите там про непостоянство». Это все на уровне первоклассника. Даже первоклассник понимает, что все непостоянно. Я человек западный, я с квантовой физикой знаком. «Дайте мне какой-то загубедную пустотность, а лучше сразу тантру мантру янтру». Одновременно справедливый и несправедливый тезис. Справедливее в том смысле, что действительно, даже первоклассник способен понять идею о непостоянстве. Даже первокласснику можно объяснить, что чашка разобьется там или бабушка умрет. Все ясно, что тут мучится. На уровне концептуальном идея простая. Но даже 99-летний дедушка, трижды лауреат Нобелевской премии, академик наук, зная о непостоянстве на концептуальном уровне, может быть совершенно невежественным относительно его прикладной значимости. Может совершенно не осознавать факт своей смертности на том уровне, который в буддизме называется «достоверное постижение». Это опять же очень важная тема, связанная с тем, зачем вообще буддизм рассказывает про непостоянство и все такое прочее. Концептуальное непостоянство способен понять любой практически человек с базовыми интеллектуальными способностями. Но постичь непостоянство на уровне достоверного постижения может только человек, который систематически занимался соответствующими аналитическими медитациями и медитациями сосредоточения, плюс дополняющими методами. Только человек, который систематически тренировался в этих всех вещах, может полно понять непостоянство и применить его на практике. В смысле действовать, соизмеряя все свое поведение с темой непостоянства. Буддизм подробнее это все объясняет, чтобы можно было не запутаться. Говорят, что в целом у нас есть 7 видов постижения. Из этих 7 только 2, если я не ошибаюсь, я снова могу ошибаться, только 2 являются достоверными. Причем в конечном итоге нам нужен только один. Прямое неконцептуальное постижение. Только когда мы напрямую, без посредства концепции, осознаем факт непостоянства так, что он станет неотъемлемым элементом нашего мировоззрения, настолько же естественным для нас, как дыхание, только тогда мы сможем гордо говорить «Да, это я все понимаю, непостоянство я уже постиг». До тех пор мы не обладаем достоверным постижением непостоянства, и оно не является значимым фактором в том, как мы поступаем. То есть, конечно, если мы здоровый человек, то принимая какие-то большие решения, мы можем учитывать этот фактор концептуально, думать «Да, но все-таки с учетом непостоянства, наверное, сейчас не лучше времена, чтобы открывать, соответственно, ресторан, где всех будут тибетскими пельменями кормить». Может быть, сейчас там все поменяется, или думаем «Ну, сейчас я на ней женюсь, а потом через 20 лет посмотрю, какая она станет, и, может быть, разведусь». То есть, даже на этом уровне мы учитываем непостоянство, соизмеряем как-то с ним свое поведение. Но это лишь концептуальное соизмерение. Оно не относится к глубочайшим слоям нашего ума. Если бы мы обладали достоверным постижением непостоянства, нам даже не нужно было бы задумываться о том, что все непостоянно или, скажем, умрем. Все существование наше опиралось бы на этот факт непостоянства, все наше поведение, точнее говоря, и проистекало бы из понимания непостоянства, так же, как сейчас мы считаем аксиомой то, что нам нужно дышать. Мы не думаем интеллектуально «Ой, а не забыл ли я подышать?» Нужно подышать, ведь если я не подышу, то я, соответственно, умру. Не думаем об этом, потому что для нас на биологическом уровне это естественно. Вот таким же естественным всего неконцептуального постижения для нас должно стать непостоянство. Перед этим идет другой уровень достоверного постижения, при котором мы понимаем непостоянство все еще концептуально, но способны разложить непостоянство или понимание непостоянства до самых базовых компонентов. В прошлый выходной у нас был семинар про 4 безмерные, который мы старательно записали, и там мы приводили пример с концептуальным пониманием, скажем, любящей доброты. Это концептуальное понимание предшествует неконцептуальному пониманию любящей доброты. Ну, вот скажем, любящая доброта. Желание, чтобы объект обладал счастьем и причинами счастья. Здорово. Если я не знаю даже этого определения, то о достоверном постижении вообще не приходится говорить. То есть это просто знание слов «любящая доброта» — это вообще даже сложно назвать постижением. Это просто знание термина. И мы вовсе не обязательно знаем, что за этим стоит. Потому что можем думать, ну, любящая доброта — это когда ты всех кормишь пирожками. И любящая доброта — это когда ты всех обнимаешь. Или там, любящую доброту так же часто переводят как «любовь» с исходных санскритско-полийских понятий. И тогда уж вообще как бы полная через полосица. Ну, любовь — это когда ты обращаешься в любимый. И дальше там самые разные интерпретации, самые разные дикости или достоверности. Но если мы даже просто знаем определение, даже это еще не достоверное познание, мы должны быть способны это определение разложить до самых базовых концепций. Быть способны каждую из них объяснить, а затем все это разложенное многообразие, весь этот пазл, сложить обратно в общую картинку. Вот тогда это считается достоверным концептуальным постижением. То же самое с темой пустотности, то же самое с темой непостоянства. Если мы знаем какие-то вещи, но не способны их разложить до мельчайших элементов, и потом вербально соединить обратно, вербально так, чтобы понял каждый, у кого есть соответствующий уровень интеллектуальной способности, это еще не достоверное постижение. И уж тем более нам все равно необходимо будет в конечном итоге перейти к неконцептуальному пониманию, к прямому видению непостоянства как свойства явлений. То же самое и с пустотностью. Поэтому-то буддизм и обучает нас всем этим вещам. Он учит нас медитировать на непостоянстве аналитически, и затем с помощью сосредоточения, чтобы оно стало неотъемлемым компонентом нашего миропонимания. То же самое со всеми остальными вещами, которые мы ранее разбирали. И то же самое, разумеется, с этим учением, которое является венцом всей конструкции. Учением о пустотности, которое венец не потому, что оно самое сложное. Это не самое сложное из буддийских учений. Самое сложное из буддийских учений – это учение о карме, как мы помним. Карма – единственное явление, которое способено во всей полноте постичь только Будда. Это, соответственно, утверждение из коренных источников. Карма настолько сложна с точки зрения переплетения мельчайших причин, условий, многообразия явлений и всего такого прочего. Ведь мы даже не можем все явления, которые привели к возникновению чашки, оценить. Что же говорить к возникновению каждого мгновения опыта? Что постичь карму в полном мире может только полностью пробужденный Будда, потому что только полностью пробужденные Будды, по мысли этой модели, как особый класс существ, все ведущие. Все остальные существа, даже очень продвинутые Бодхисаттвы, например, существа, которые в будущем станут Буддами, но уже обладают способностью проявлять сотни, тысячи, миллионы тел, чтобы помогать другим. Даже Бодхисаттвы не обладают полным постижением кармы, и потому карма считается самым сложным из всех явлений. В сравнении с этим пустотность – несложное явление. Ее может постичь даже не Бодхисатта, на концептуальном уровне. К большому счету любой из нас при наличии достаточного интереса, времени и достоверных источников может понять пустотность концептуально. Собственно, это важный этап, важный шаг на пути к тому, чтобы затем ее постичь не концептуально. В то время как карму мы можем понимать только с точки зрения общих принципов. Мы можем понять общую логику обобщенно, знать, например, что убийство, как кармическая причина, приводит к такому-то набору результатов. Но все хитросплетения, всю конкретику мы не узнаем, пока мы не станем Буддой. А с пустотностью все просто. Если мы поймем правильно пустотность, скажем, такого объекта, как стол, то это концептуальное достижение будет аналогично пониманию пустотности любого другого явления, и стало быть, в общем-то, все. Что тут сложного понимать? Нужно было просто со столом должным образом разобраться. В этом смысле это недалеко не самое сложное изучение. Но венцом оно является, потому что именно оно, именно это учение. А ни учение о карме, ни учение о непостоянстве, ни учение об отхичите, ни учение о любви, ни учение о духовном учите, ни вот эти все остальные вещи, которые мы разбирали, ни учение о прибежище. И именно учение о пустотности отсекает основополагающее неведение, которое является корнем всех омрачений. И мы говорили о том, почему это так. Основополагающее неведение – это не просто незнание. Если бы это было просто незнание, хотя некоторые, кстати говоря, буддийские традиции считают, что это просто незнание, но если мы анализируем это на уровне нашей тибетской традиции, то мы говорим, если бы основополагающее неведение было просто незнанием, подобно тому, как кто-то сидящий может быть не знает, как выглядит конкретно китайский иероглиф, устранить незнание было бы просто. Мы показываем человеку иероглиф, удостоверяемся, что он его запомнил, говорим, ты понял? Лошадка, ты все поняла? Печенье. А он говорит, да, я все поняла. Соответственно, все, незнание устранено. По большому счету, так мы устраняем все виды простого незнания. Узнаем алфавит, узнаем, как играть шрифтами в фотошопе, узнаем то, узнаем это, узнаем, как готовить, узнаем, как мыться, тоже немаловажно. И все это, в общем-то, сходится в общую картину нашей реальности. Но это все было устранение простого незнания. А вот попробуй-ка теперь исправь неведение, которое является глубинной убежденностью в том, что противоположны реальности. Скажем, мы знаем, что... Не знаю, я приведу какие-то грубые примеры. Причиной кишечных инфекций могут быть бактерии, которые у нас остаются на руках в силу того, что мы руки плохо помыли, овощи плохо помыли и так далее. И вот мы об этом знаем. Но вот какой-то другой человек, не просто не сведущ в этом вопросе, он не просто не знает, что бактерии на руках, которые можно отмыть с помощью волшебного мыла, который рекламируют, являются возможной причиной кишечных инфекций. То есть у него есть не просто незнание, он активно убежден в том, что причиной кишечных инфекций являются, не знаю, дурные вибрации, излучаемые Останкинской телебашей. Например. Или волны из микроволновки соседа сверху, которые специально его облучают. Мы приходим к человеку и говорим, нет, Васенька, ну что ты, ну какие вибрации от Останкинской телебашей, какая микроволновка, ты просто руки помой и будешь реже бегать в туалет. Я правда тебе говорю, вот смотри, научные исследования, вот смотри, давно уже доказано, да все знают, в общем-то. Опять же, извините, сколько из нас могут сослаться на конкретные научные исследования, говоря о бактериях и необходимости их очищать. Для большинства из нас это также факт, принятый на веру. Он не является, это, кстати, еще одна хорошая иллюстрация к достоверному познанию. Мы знаем, что есть такие бактерии и вирусы. Это недостоверное постижение. Мы не можем это все разложить до логических элементов. Не знаем, кто это открыл, когда, что такое вирус, чем он отличается от бактерий, какие бывают виды... Для нас все это загадка, мы просто во все это верим. Ну, то есть, я не говорю, что у бактерий нет, это, разумеется, было бы глупостью. Но для нас это недостоверное постижение. Достоверным постижением это может быть для микробиолога, который может это все действительно разложить. Так же, как и с физикой. Мы там верим в... или предполагаем, что есть какие-то кварки, нейтрино, бозон, хиксы и все это. Мы не только этого не видели никогда, у нас нет прямого постижения. Мы даже теоретически не способны это описать. Ладно, если мы про нейтроны и протоны, электроны еще что-то поняли, а про бозон, хиксы, это вообще уже космос. То же самое и здесь. Но вот Вася не просто не знает, что есть, соответственно, бактерии, их нужно с рук смыть, и тогда будешь реже в туалет бегать. Не просто этого не знает. Его ум полностью погружен в веру о том, что во всем виновата останки, скатили башни. И мы знаем, что очень сложно будет это Васино убеждение преодолеть. То же самое абсолютно в любых вопросах, где у нас есть заведомо убежденность в том, что противоположны реальности. Это могут быть вопросы психологические. Скажем, сколько нам люди бы не утверждали, что мы очень привлекательный человек, если мы искренне убеждены в своей непривлекательности, потому что нам там мама всегда говорила, что у нас коленки в разные стороны, и никто нас такую корябую замуж не возьмет. В житейской ситуации часто такое случается. Если мы прочно убеждены, то все утверждения других нам кажутся просто жалостливыми подачками. Ну, спасибо, конечно, что кость бросили, но я все равно знаю, что я самую родину. Со стороны других людей, которые нам искренне пытаются преподнести, типа, нет, алло, Анжела, ты вообще улет, в чем ты говоришь? Со стороны других людей, разумеется, все не так, как нам кажется. Но нас-то в этом не переубедить. Почему? Потому что мы мощно верим и верим давно. Но эта вера в то, что противоположно реальности, нас укоренилась прочно, мы давно ее поддерживаем, привычка стала очень мощной. То же самое и здесь, только здесь трагедия еще масштабнее. Мы не с первого года своей жизни считаем, что все явления обладают независимым существованием. Мы не в школе про это узнали и не в институте. Эти вещи было бы легко скорректировать. Ну, грубо говоря, вот мы и пришли в какой-то странный культ, где нам рассказывают, что Вселенную управляют инопланетяне. Ну, мы усвоили этот вид неведения, какое-то время в него верили. Но если мы верили в него не очень долго, то от него, может быть, легко избавиться. Приходим в другое место, и нам там рассказывают, что на самом деле всем управляют макаронные монстры, а вовсе инопланетяне. Ну, и сразу исправляется ситуация, мы узнаем что-то другое. А потом приходим на лекцию про взаимозависимость и узнаем, что, о боже, Вселенную управляют не инопланетяне и не макаронные монстры, а причины и условия. Узнаем это и противодействуем своему заблуждению. Поскольку заблуждение было недостаточно глубоким, его легко исправить. Точно так же, как, может быть, и даже в случае с убежденностью о своей непривлекательности и так далее. Это вещи не глубинные, они ограничиваются рамками этой жизни. Но вот неведение относительно природы своего «я» явлений по мысли Будды безначально. Оно всегда было с нами, поэтому остается лишь ужасаться при мысли о том, насколько мощная эта привычка. Не просто незнание, которое всегда с нами было. Если бы это было просто незнание, его можно было бы устранить за три секунды. Вы знаете, все пустотно. Оп! Мы все стали ари-бадхисатами. Еще чуть подумали и достигли состояния Будды. Точно так же, как в темной комнате достаточно включить свет, чтобы вся тьма ушла. Мы не изгоняем тьму шаг за шагом. В отличие от вот этого примера со светом и тьмой, свет мгновенно устраняет тьму, неведение устраняется постепенно. Иногда быстро, иногда медленно, в зависимости от того, какие методы мы применяем, но никогда не одномоментно. Почему? Потому что мы эту привычку накапливали и усиливали с безначальных времен. А потому нам нужны очень мощные методы, связанные с постижением подлинной природы реальности. И, соответственно, мы обобщенно говорили. И вот это неведение, которое у нас вошло в привычку, это не просто незнание о том, как существует явление, это активная вера в способ существования противоположной реальности. Грубо говоря, сразу дадим все ответы. Хорошо было бы, если бы это нам помогло, но нам, на самом деле, все равно придется с ними работать 20, 30, 40 лет, 40 жизней, 40 тысяч жизней, прежде чем неведение будет отсечено. На самом деле, все явления существуют взаимозависимо и пустогно. Они все существуют только во взаимозависимости, и они все лишены неотъемлемого или независимого, тут есть разные уровни объяснения, существования. Вот, собственно, описание окончательной реальности, как ее увидел Будда, как ее описывали мастера Наланды и так далее. Мы все это услышали. Устранилось наше основополагающее неведение? Нет. Не только потому, что мы не поняли ни одного из сказанных слов. Ну ладно, из слов взаимозависимость, но неотъемлемая, независимость, что это все за вещи такие? Непонятно. Не только потому, что мы слов этих не знаем, а их важно знать, потому что изучение всего буддизма, это в первую очередь построение терминологического аппарата в нашем уме. Мы должны знать правильные слова, знать, как что называется, чтобы с этим иметь работу. Если мы врач, нам нужно знать, как что называется, потому что если мы не будем знать и будем у медсестры требовать, ну вот этот вот с крючочком только не такой, а потолще, то далеко, соответственно, как хирург не уедет. То же самое и здесь. Мы как хирург, препарирующий свой собственный ум, далеко не уедем, если не будем знать, какой с крючочком только потолще нам необходим, и что мы пытаемся там в уме подковырнуть. Но не только в отсутствии терминологического аппарата проблема, еще и в том, что у нас есть эта глубинная привычка к неверному восприятию реальности. И даже когда мы, как человек с тремя высшими образованиями, свободно читающий на семи языках и, не знаю, посещающий дискуссионные клубы еженедельно, даже когда мы концептуально поймем всю эту телегу про взаимозависимость, отсутствие независимого существования, это может ни в коей мере не задеть нашего глубинного чувствования реальности. Поэтому можно быть превосходным буддологом, быть профессором, преподающим буддийскую философию в университете, и наять знающим особенности текстов Нагарджуны, Чандракирти, тонкости интерпретации здесь, тонкости интерпретации так, так, чтобы при этом это никак не задело даже внешнюю оболочку нашего неведения. И потому нам важно не просто концептуально понять пустотность, но и работать с ней на уровне аналитических медитаций и медитаций сосредоточения, так же как с непостоянством, чтобы она в конечном итоге перешла у нас на уровень того достоверного постижения, которое все раскладывает на элементы и способно обратно собрать, а в конце концов стала бесконцептуальным достоверным постижением. Вот когда мы переживаем, как мы помним из предшествующих лекций, мгновение неконцептуального понимания реальности, когда мы напрямую постигаем окончательную природу явлений, на один миг, мы становимся ария-бодхисаттвой. Мы подлинно вступаем на 10 этапов пути бодхисаттвы, которые нас в конечном итоге приведут к состоянию Будды. Потому что у Будды постижение окончательной реальности никогда не прерывается, оно постоянно. Будда никогда не теряет окончательную реальность из видов, в то время как бодхисаттвы переживают ее лишь периодами, а соответственно мы, как человек, который вступает, или существо, которое вступает на путь ария-бодхисаттвы, переживем пока только лишь на один краткий миг. Даже до этого нам еще трудиться и трудиться, даже до этого, если мы идем медленным путем, путем сутрояна нам предстоит очень обширный, развернутый, но крайне занимательный, разумеется, путь. Доктор Болис в книге предлагает нам замечательный способ рассмотреть пустотность с одной из возможных точек зрения. Есть очень много способов ее объяснения, очень много разных логических цепочек, которые можно использовать в медитациях, чтобы прийти к достоверному постижению. Это так называемые логические обоснования пустотности, что на самом деле подразумевает определенные последовательности анализа, которые нас приводят к пониманию пустотности или пустоты. Есть, например, знаменитая последовательность, которая называется анализ по четырем пунктам. С нее очень часто мы начинали преподавание в тибетской традиции. Тибетцам проще всего было понять именно этот вид анализа. Есть анализ, который называется алмазная стружка или алмазные обрезки. На русском как-то смешно звучит, но имеется в виду как бы слюдяные пластинки, вот как есть пластинки слюды, так мы от алмаза могли бы отделять такие вот пластинки. Здесь об этом идет речь. Есть анализ по семи пунктам, анализ колесницы, анализ, который использовал Чандракиртия, приводя в качестве примера колесницу. Ну и другие виды анализа, но чаще всего на Западе проще начинать с анализа взаимозависимости, через взаимозависимость. Собственно, один из первых учителей, которые стали приносить тибетский буддизм на Запад, Лама Туктен Йеша, всегда объяснял пустотность именно через эту логическую последовательность. Последовательность, связанную с взаимозависимостью. Почему? Потому что на Западе мы многое знаем про взаимозависимость. Вся физика, вся химия, вся биология, антропология, все эти вещи построены на идеях взаимозависимости. Если ты как физик не веришь во взаимозависимости причину и условий, то ты идиот, ты никакой не физик, потому что ты думаешь, что все происходит волшебным образом, чудесно, безотносительно друг друга. Разумеется, любой здравый физик знает, причины ведут к условиям. Такое изменение физических свойствах веществ приводит к такому-то результату. То же самое с химией, понятное дело. Вы, может быть, из школьного курса только ужас вынесли, как я, по поводу расстановки коэффициентов, которые я так и не научился на прямом школе делал. Но в целом мы знаем, химия это про то, что там какие-то есть причины и условия. Если вот это слить с этим, то школа взорвется, соответственно. Хотя бы это мы поняли. То же самое с биологией, как мы понимаем. Если взять блондинку и брюнета, то там получится какое-то сложное сочетание генов и хромосом. И потом там некоторые дети будут такие, а некоторые сякие, а некоторые как кошечки разноцветные. Соответственно, страшно, все интересно. Даже если мы не понимаем, как все работает, знаем, все подчинено причинам и условиям. Ну и, наконец, совсем уж простой пример. Если мы огородник, то знаем, если я посажу картошку, из нее не вырастет яблони. Из нее вырастет картошка или ничего не вырастет. Но точно не вырастет яблони, если я, конечно, не в Чернобыле живу. Очень простая логическая последовательность, нам всем знакомая. И в то же время непостижимая, когда речь заходит о психологии, конечно же. Ведь мы напрямую, смотря на свои умственные факторы, не понимаем, почему они работают сейчас так или они иначе. Потому что не знаем про психологическую причинность. Не знаем, что это конкретное состояние ума вытекает из этого. Счастье, как состояние ума, вытекает из таких-то факторов. Если хочешь получить счастье, нужно эти факторы собрать. Это для нас все неведомо. Но это потому что, а, в западной психологии только 150 лет, она на первых этапах своего развития. Б, даже с этой 150-летней психологией никто из нас толком не знаком. В, у нас очень глубоко сидит убежденность в том, что убежденность в неверных тезисах относительно психологической реальности. Например, убежденность в том, что причиной счастья, внутреннего переживания, является внешний фактор. Например, замороженный йогурт. Мы очень глубоко в этом убеждены. Это, опять же, неверная убежденность в неверном факте, причем глубоко сидящая. И потому все это у нас так в жизни неплохо. Вот. Мы, как люди, знакомы с взаимозависимостью на самом простом уровне. И через взаимозависимость, в том числе, известную нам по квантовой физике и так далее, способны пустотность легко постичь. И вот последовательность, цепочка объяснений, которые используются здесь доктором Уоллесом. Во-первых, рассмотрение внешней реальности. Вещь, которой очень активно занимается теория физики, теория философии в целом и когнитивной науки, как широкий спектр западных исследований. Мы пытаемся понять, как же это мы воспринимаем внешние объекты. Это все западные научные анализы, это не буддийские какие-то соображения, просто они полностью идентичны буддийским представлениям. Скажем, думаем о том, как я воспринимаю зрительный объект. Вот, представим, во мной стоит моя возлюбленная чашка, которая меня преследует. Как я ее воспринимаю? Инстинктивно, если мы не осмысляем глубоко эти вопросы, нам может казаться, что информация исходит со стороны самой чашки, вливается в меня как бадью. Помните, позитивистская теория бадейного познания, с которой полемизировал Карл Поппер. Я как бадья просто являюсь тем, во что вливается, соответственно, информация о чашке. Мой глаз – это две такие дверки, и вот туда эта информация вливается, а мой мозг – это бадья. Вот у меня в мозгу уже возникла информация о чашке. С точки зрения и физики, и микробиологии, и медицины, и когнитивных наук – это полная чушь. Постижение любого объекта, восприятие любого объекта – это очень сложный производный процесс. В нем нужно учитывать великое множество факторов. Ни одна здесь компонента не является просто дверкой. Глаза – это не просто дверка, а это очень сложный функционирующий механизм. Мы это понимаем на множестве разных уровней. И нейроны там должны двигаться так-то и так-то, глазное яблоко должно быть устроено так-то и так-то, синапсы должны функционировать так-то и так-то, какие-то части в мозгу должны быть достаточно развиты, не повреждены, они должны функционировать так-то и так-то, биохимия мозга должна быть такой-то и такой-то, свет должен отражаться так-то и так-то, и так далее. Великое множество факторов разные науки могут описать. Физика описывала бы, скажем, отражение, преломление света и так далее, нейрофизиология описывала бы устройства нейронов и синапсов, и что-то еще там. Общая биология могла бы говорить о форме глазного яблока и так далее. Великое множество вещей мы можем описывать, и все они в совокупности приводят к тому, что я вижу эту чашку. Акт восприятия чашки является производным, сложным процессом. Он не сводится ни к одному фактору. Недостаточно иметь просто глаз, недостаточно иметь просто чашку, недостаточно иметь преломленный свет, недостаточно иметь синапсы, недостаточно иметь нейроны, недостаточно иметь сознание, которое все это должно восприять. Все эти вещи должны сойтись вместе в одной точке пространства времени, чтобы произошла такая невидная вещь, как видение чашки. Соответственно, мы понимаем, и это очень хорошо стали все понимать, в особенности после Карла Поппера, все это не является просто вливанием информации в некого пассивного воспринимающего. Более того, Карл Поппер, собственно, исследовал вопрос о том, является ли существо, которое воспринимает просто пассивным воспринимающим. И выяснил, что даже амеба, логически, это даже не медицинские исследования, а логические утверждения, даже амеба не является просто пассивным воспринимателем. Она также интерпретирует реальность на своем примитивном уровне. Она выбирает, какую информацию считывать, а какую нет. И на основании этого она либо принимает правильное решение, которое приведет к тому, что оно выживет, дальше как-то воспроизведется, кто уже знает, как о нем там воспроизводится, либо не выживет. Метод проб и ошибок. У нас, как у людей, еще больше простор для проб и ошибок, потому что многие из решений, которые мы принимаем, не приводят к нашему физическому уничтожению. Но некоторые приводят, соответственно, и тут та же самая логика. Мы выбираем, какую информацию считывать, затем ее интерпретируем, затем принимаем решение относительно своего поведения, и на основании этого решения либо гибнем, либо выживаем. Либо приходим к большему счастью, либо к большему страданию и так далее. Но важно понимать, что мы ни в какой момент не являемся пассивной бадьей, в которую вливается информация. Мы всегда сами решаем, какую информацию считывать. Да, может быть, подсознательно или бессознательно, это уже другой вопрос, но мы определяем, как реальность интерпретировать. Кто-то здесь видит одно, кто-то другое, потому-то мы знаем, наше видение этого помещения будет очень различным, на основании этого очень разными будет наша интерпретация, очень разными будет наше поведение. То есть ни в какой момент ни один из компонентов не является независимым. И что особенно важно, про это мы чуть подробнее позже говорим, ничто в этом акте восприятия не является независимым от ума, от сознания. То есть мы перечислили много разных факторов. Отраженный свет, преломленный свет, форма отраженной, преломленной, форма глазного ядлока, наличие вообще солнца, которое сюда этим светом светило, и мы могли бы быть где-то абстрактным в кромешном раке, и так далее. Синапсы, нейроны, все это. Материальные составляющие их нельзя, и значимость нельзя умолять. Но в особенности важно знать, все это существует относительно сознания. Мы никогда не можем говорить про восприятие, про когницию в отрыве от сознания. Вот это очень важный тезис, который важно понять, чтобы понимать пустотность. Разумеется, и все остальные факторы в этом анализе мы не можем выкинуть. Но нам здесь в особенности важно осознать, что ни один воспринимаемый объект не существует безотносительно сознания. То же самое мы, разумеется, видим на примере корпускулярно-волнового дуализма. Тут-то как раз мы видим прямую связь, причинно-следственную, причем или факторную, между сознанием и внешней реальностью. Если мы, думая про чашку, думаем, что она существует относительно сознания просто с точки зрения ее восприятия, может быть, не совсем пассивного, но все-таки относительно пассивного, потому что мое восприятие не заставляет чашку изменить ее физические свойства. Она не становится, скажем, более тяжелой, не меняется ее масса, она не взлетает в пространство, не меняется ее локация и не меняется ее объем, скажем. Эти вещи не меняются, по крайней мере, когда я ее воспринимаю. То в случае с частицей и волной все гораздо хуже. В зависимости от того, как я ее наблюдаю, она либо частица, либо волна. Что за дела, стало быть, мое сознание еще активнее влияет на реальность, чем мне казалось или хотелось бы. Отсюда-то и замечательный параллелизм между квантовой физикой и теорией пустотности. Именно корпускулярный волноводиализм, как ничто другое, нам показывает на неразрывность сознания и любого воспринимаемого явления. Но в чем проблема? Ладно, мы там чашку эту считали и так далее, вот мы ее восприняли, ну кому какое-нибудь, на самом деле, дело до чашки. Проблема в том, что в нашем уме присутствует склонность к одному процессу, который научно называется реификацией, а простыми словами может быть назван обеществлением. Я видел еще какое-то очень страшное русское слово, которое это же дело описывает. Еще более страшное, чем реификация. Но оно настолько страшное, что я его не смог запомнить. Но обеществление – простое понятие. Здесь важно осознать, что под ним подразумевается. Под обеществлением мы понимаем процесс, при котором мы закрепощаем объекты. То есть, грубо говоря, я не воспринимаю чашку и все, что вокруг, не как динамичную систему, где все непрерывно меняется, все предопределяется миллиардом разных факторов и так далее. А как чашку, вещь в себе. Как будто бы вот она здесь в пластик завернута, невидимый, жирной чертой отделена от всего остального, и вот именно такая она и есть. Я обеществил чашку, низвел ее до своей концепции о чашке. То есть, на самом деле, я не могу ни в какой момент концептуально постичь чашку во всей ее необычайной сложности и полноте. Во-первых, потому что никакой фиксированной чашки вообще нет. Это все непрерывно в динамике. Если я загляну на глубочайший уровень, там только протоны и электроны, а если уж до варков дойдут, то там еще все страшнее и так далее. Даже относительно вот этого уровня, все равно тут все настолько в динамике, что я не могу утверждать, что есть какая-то жестко фиксированная чашка. Но несмотря на всю эту страшную сложность с самых разных точек зрения, я глубоко убежден, что есть реально существующая чашка, вот она какая именно такая, какой я ее воспринимаю. Более простой пример может быть это люди. Ни в какой момент, глядя на человека, я не могу понять его во всей его сложности и полноте. Даже какие-то отдельные черты человека, скажем. Вот он жадина. Не могу я эти, соответственно, черты адекватно описать, потому что пока я подумал, или пока я все еще думаю десятый год подряд, что он жадина, он, может быть, стал самым щедрым на свете человеком. Моя информация глубоко устарела, да и в те моменты не была адекватной, потому что он в одно мгновение жадина, а в следующее раздал все свои имущества там бедным детям из Бразилии. Соответственно, ни в какой момент мое концептуальное представление жестко не соответствовало реальности. Некоторые моменты оно могло только улавливать общие тенденции, то, что иногда он бывает жадиной. Но ни в какой момент представление «он жадина» с большой буквы, знак «равно» с жирным шрифтом подчеркнуто и так далее не было адекватным представлением о реальности. Я веществил человека или какое-то его свойство, и это, может быть, помогло мне как-то сориентироваться в ситуации. Он жадина, а потому я не пойду с ним пить кофе, пойду с кем-нибудь щедрым, а жадина пусть сам собой пьет кофе. Может быть, это помогло мне в какой-то ситуации. Или он опасный человек, он сексуальный маньяк. Этого рода концепции нам помогают ориентироваться в ситуации, иначе бы она всех давно поубивала. Мы руководствуемся здесь здравым смыслом. И поэтому проблема не в наличии концепций, они нам нужны, чтобы лавировать в реальности, а в том, что мы обеществляем их, превращаем их в нечто жесткое и, как нам кажется, четко описывающее реальность. То же самое с чашкой, то же самое со всем остальным. Что помогает нам противодействовать этому обеществлению? А именно это обеществление в некоторых учениях, например, в очень продвинутых учениях великого совершенства Дзвук Паченпо, именно обеществление описывается как главное проявление неведения, как главная проблема на пути к окончательному постижению реальности. Что нам помогает понемножку расшатать свое склонское обеществление? Ну, во-первых, понимание того, что мы воспринимаем один и тот же объект совершенно по-разному с точки зрения времени, то есть я сейчас его вижу так, а потом иначе, с точки зрения разных агентов, каждый из нас видит эту чашку совершенно по-разному, и так далее. Мы видим, что один и тот же объект, который нам с точки зрения обеществления казался именно таким, подается 10 миллиардам самых различных интерпретаций. Мы, скажем, предложили бы всем оценить красоту этой чашки по стобальной шкале. Маловероятно, что бы, ну, статистически вероятно, но не очень вероятно, что бы много бы одинаковых оценок по стобальной шкале красоты этой чашки получили. Вполне понятно. Мы все по-разному ее как-то воспринимаем. Ну, и понятно, красивость чашки – это, в общем-то, вкусовщина. Со своей стороны чашка не является некрасивой и некрасивой. Но мы-то в это верим, мы глубоко убеждены, со своей стороны, что вещи действительно могут являться красивыми или некрасивыми, полезными или неполезными, хорошими или нехорошими, приятными, неприятными и так далее. Не просто в рамках одного конкретного контекста для одного конкретного существа в одной конкретной точке пространства и времени, а со своей стороны. Один знакомый мне недавно говорил. За что подвергся безжалостной критики? Мальчикам вот это, не будем там говорить что, идет больше, чем девочкам. А, наоборот, девочкам вот это идет больше, чем мальчик. Ну, грубо говоря, чтобы переделать то, о чем вышла речь. Например, девочкам красные шляпки идут больше, чем мальчикам. Говорит мне мой знакомый буддист с глубокой убежденностью. Разумеется, тезис не выдерживает никакой критики. Он его, правда, немножко в рассуждающей манере высказал, в том смысле, что вот если мальчик наденет красную шляпу, нужно на него как-то посмотреть, так, типа, это что, это реально, это девочкам идет, а ты, мальчик, ты что носишь красную шляпу? Как мы говорим, ты что, американский индейец? Вот. Та же самая логика издельствия. Разумеется, со стороны, или даже если он сейчас сам оценивает в прошлом этот свой тезис, мы видим, это лишь вкусовщина, это лишь мои какие-то представления о том, что там, кому нужно носить красные шляпки. И, как мы знаем, от культуры к культуре все это разное. Где-то там, соответственно, такие женщины считают красивыми, где-то такие, где-то мальчики такие считаются красивыми, где-то такие, где-то такой цвет кожи считается камильфо, где-то некролик. В общем, самые разные представления. Кто-то любит булочки послаще, кто-то пожирнее, кто-то посоленее, кто-то посушунее. Самый широкий спектр интерпретации и восприятия относительно одного объекта. Чем больше мы понимаем многовариантность интерпретации, тем меньше обесчисляем. Вторая вещь. Пример с коричневым плащом. Внимание, модельера. Вот, скажем, сидит перед нами человек в таком вот красивом коричневом... Это я сам смоделировал. Видите, я человек многих талантов. Я даже и одежду могу шить. Вот, это, соответственно, прототип, только линейку мы запустим позже. Человек в коричневом плаще. И мы зачем-то задаемся вопросом. А где этот коричневый плащ, который мы видим? Ну, вот мы такие буддисты, мы не думаем, где он купил этот коричневый плащ. Как нормальный человек подумал. Или какой гениальный модельер придумал этот коричневый плащ. Мы думаем, а где на самом деле объективно находится коричневый плащ, который мы видим? Он не является, он не находится, в книжке это объясняется подробнее, он со своей стороны не находится на расстоянии двух метров, где, как мы можем сказать, находится другой человек. Почему он там не находится? Вот здесь где вступает силу тонкий анализ. Обобщенный мы могли бы сказать, что человек в коричневом плаще на расстоянии двух метров. Это бы нам указало на то, как нужно себя вести. Подойди, где человек в коричневом плаще? Хочу его пощупать. Вот пройден два метра влево, и ты сможешь его пощупать. То есть на этом уровне это работает. Но на глубинном уровне, со своей стороны, коричневый плащ на расстоянии двух метров отсутствует. То, что мы называем коричневым плащом, складывается из великого множества факторов, обозначается одной концепцией. Опять-таки, отраженный свет, прилавленный свет, оптика нашего глаза, нейроны, синапсы, концепция, название, слова, все это вместе складывается в то, что мы интерпретируем как коричневый плащ. Мы не можем сказать, что коричневый плащ находится на расстоянии двух метров, потому что если мы уберем наблюдателя, идею о том, что такое коричневый плащ, прилавленный свет и так далее, Никого коричневого плаща не останется. Грубо говоря, если мы все перестанем существовать, а останется только тот кусок материи, который мы обозначали бы как коричневый плащ, это уже не будет никакой коричневый плащ, потому что нет обозначающего. Это мы также понимаем немножко другой точки зрения. Думаю о том, что собака, которая смотрит на коричневый плащ, не думает, что это коричневый плащ, у нее нет соответствующей концепции. Для нее это что угодно, самые разные вещи мы можем там себе придумывать или пытаться понять, если мы зоопсихолог. Для нее это не коричневый плащ в нашем понимании, что-то другое. Это еще помимо того, что некоторые существа вообще не различают цветов, у некоторых совершенно иная оптика в глазах и так далее. Так что он не находится со своей стороны на расстоянии двух метров, но в то же время мы не можем свести его просто до сознания или мозга. Не можем сказать, что, например, раскроив себе черепную коробку и попытавшись там где-нибудь расковырять какие-нибудь нейроны, не можем сказать, что маленький коричневый плащик спрятан где-то вот там, и он просто из нашего глаза, как кинопленка, спроецировался на расстоянии два метра. Это тоже был бы полный бред. Так что здесь мы видим сложную взаимозависимость. Только во взаимозависимости мы можем о коричневом плаще говорить. Не можем говорить о независимом коричневом плаще, не можем его обеществить. То есть можем и это делаем, но это не будет адекватным окончательным описанием реальности. То же самое в примере со звездой. Вот мы, скажем, любитель астроном, один из тех людей, который использует свои телефоны просто чтобы фотографировать темное небо, на котором нифига не видно, и с большим восторгом выкладывать это в свои соцсети. Ой, какая красивая сегодня Венера. Там такая черная размазня и какие-то сопли размазаны такие. Но вот мы выкладываем с большим восторгом, потому что своей оптикой-то мы, может, увидели Венеру, хотя в Инстаграме уже никто это не разглядит. Ну и мы так подобрать и душевный лайк им, конечно. Что взять с такого человека? Но в остальном как-то вот так. Вот мы, соответственно, смотрим на эту, не знаю, какую-то там звезду волхвов, любуемся ей и опять-таки задаемся вопросом ее местоположения. Опять-таки она не там на расстоянии 10 триллионов световых лет вдали от нас. Ну, во-первых, потому что если бы она была там, а никакого наблюдателя не было бы, мы бы не могли говорить даже вообще. Ну, то есть вот этот весь анализ, который мы только что сплощен с учебием, тоже здесь применим. Но более того, пока свет долетел до нас от этой звезды, пока мы его осознали и так далее, уже прошло 10, соответственно, триллионов лет, и звезда вообще уже в каком-то другом месте, а, скорее всего, и взорвалась к чертовой матери, а мы думаем, что она там. Нет ее там, нет. На самом деле в этот мгновение времени там что-то совсем другое. Может быть, мы уже на самом деле там, но, в общем, сложно все в реальности. Гораздо сложнее, чем на каждом. И все же в силу пробазовой такой примитивной системы привычки к веществлению, если нас спросить, ну, а где вот эта звезда, на которую ты мне показываешь? Да вот же она вон там. На уровне субъективных переживаний, на инстинктивном уровне мы в этот момент думаем, если мы не склонны глубоко анализировать, что она именно там и находится, причем со своей стороны, независимо от наблюдателя, как независимо от наблюдателя существовал коричневый плащ. То же самое и со звуком. Еще один пример моей способности придумывать графические символы. Звук, на самом деле, это колебания в атмосфере. Скорость распространения около 65 миль в час. Я сам ни в жизни бы это не знал. Доктор Болис об этом пишет, а он хорошо, превосходно знает теорию физики, поэтому я ему верю. Но вот я с своей стороны этого не знал, а думал, что звук существует со своей собственной какой-то стороны. Какая прекрасная песня, Катечка, что это вы включили нам тут на своем айфоне послушать? Да, это же мой друг на виолончельке пеликает. Вот, смотрите, какая красивая музыка. Со своей собственной стороны красивая, со своей собственной стороны музыка, со своей собственной стороны виолончелька, друг, все остальное. Вот он, этот звук, мы обесчастляем. И говорим, ах, если не прокачивай, ах, как прекрасно раздаются эти божественные звуки пения Мадонны. Как будто ангелы запели. Во-первых, опять же, вся эта цепочка снова воспроизводится. Во-первых, этот человек думает, что это ангелы запели, а мы говорим, господи, выключите это же скорее. Что это вообще за ужас? Не Аллу Пугачева, пожалуйста, включите. Вот, кто поет как ангел. Соответственно, вкусовщина. Как мы понимаем, разница в интерпретациях. Коричневый плащ. Мы не верим в то, что звук существует независимо от воспринимающего. И вообще не можем его даже никак локализовать, потому что он распространяется. Опять-таки не можем сказать, что звук там или здесь. Да и вообще, при попытке поанализировать, что же является базисом для обозначения звука, для его восприятия, видим, что это на самом деле колебания. Причем колебания, которые могут только в атмосфере разворачиваться, потому что без атмосферы не может быть никакого звука. Плюс колебания, которые должны ударяться о соответствующую барабанную перепонку, плюс вся эта сложная нейронная цепочка. И опять-таки, ну мы обеществили, вот она божественная музыка виолончельки, вот она божественное пение Аллы Пугачевой. Вот они, эти объекты, со своей стороны. На самом деле не так, как мы понимаем. Нет основы для обеществления, но мы все равно его производим. Даже если мы бы простыми словами попытались разложить любой акт восприятия, так как это делает буддизм, то увидели бы вот эти три составляющие. Объект, орган и сознание. Чтобы я воспринял чушку, чашку, необходимо наличие объекта. То есть должна присутствовать чаша. Хорошо, чашка у нас есть. Что еще нужно, чтобы ее воспринял? У меня должен быть соответствующий орган. Я не могу зрительно воспринять чашку, если у меня нет функционирующего зрительного органа. Я могу, конечно, потом слышать, ну если у меня зрительный орган не работает по каким-то причинам, я могу слышать звучание чашки, хотя это не сама чашка, могу щупать чашку, да, тактильные ощущения с ней связаны, пробовать ее на вкус, если ее хорошо помыли, я вряд ли что-то ощущаю, но не буду экспериментировать, мало ли. Я могу нюхать ее, опять же, в надежде, что она ничем не пахнет. И нахренется неприятный сюрприз. Но увидеть я ее не могу без органа. И, разумеется, я также не могу увидеть чашку, если нет самого объекта. Попробуйте сейчас увидеть слона. Вы его не увидите, слона здесь нет. Но чашку мы можем увидеть, потому что она есть плюс. У нас есть орган, соответствующий орган, зрительный орган, который функционирует. Орган должен функционировать должным образом. Если мы ничего не видим без очков, и мы сейчас снимем очки, мы опять-таки не увидим чашку. Орган есть, но он не откалиброван в нужном объеме. Ну и третий компонент, разумеется, без которого никакого восприятия не возможно, это само сознание. Можно взять глаз, положить его на стол и поставить чашку. Но акт восприятия не состоится, если этот глаз не привязан к какому-то сознанию. Но мы можем предположить, что есть какие-то инопланетяне, которые состоят из одного только глаза. И вот если такой глаз мы положим на стол, и он будет смотреть на чашку, то поскольку этот глаз привязан к сознанию, он сможет ее воспринять. Но наши глаза привязаны к сознанию только, когда они находятся внутри нашего тела, связаны с функционирующим мозгом, в котором есть сознание. Опять же, если мы в коме, то у нас нет активного... Даже если мы спим, у нас есть сознание в теле, если мы спим, по мысли буддизма. Но нет бодроствующего сознания. Наш шум функционирует в этот момент на ином уровне, который называется тонким или субстратным сознанием. А грубого уровня сознания нет, и потому глаз как бы временно не подключен к нужному сознанию, потому опять-таки никакую чашку мы не видим. Поэтому, когда мы спим, мы не видим внешних чашек. Мы можем сколько угодно видеть чашки в сновидении. Вот мы там, как лисы в Стране Чудес, окружены чашками, или едем в огромные чашки по океану чашек, вокруг нас чашки, и мы едем со своей подругой. Чашки с ручкой, немножко что угодно может в сновидении происходить, но видения физической чашки не будет в этот момент, потому что нет всех трех условий. Когда же все три условия происходят? Причем на самом деле с технической точки зрения буддийской здесь подсознанием подразумевается не наличие сознания вообще, а наличие предшествующего мгновения психической активности. Если у нас все-таки есть С3, предшествующее мгновение психической активности, внешний объект и функционирующий орган, мы сможем чашку увидеть. Только когда есть С3. И потому мы не можем ни одной из этих вещей обеществить, не можем ни один из трех компонентов выделить нечто отдельное, функционирующее само по себе. Они только в этой последовательности выступают в нужной роли. Буддин приводит миллиард других примеров, и все для того, чтобы подвести нас к этому же самому анализу. Мы не можем обеществить, например, себя как мать. Мы мать только относительно наличия у нас детей. Мы не можем даже свою идентичность полностью связать с тем, что мы мать, потому что для кого-то мы в то же время дочь. Я еще не сказал сын, но это было бы странно. Для кого-то мы в то же время дочь. Для кого-то жена. Для кого-то ненавидимый начальник. Для кого-то любимая собеседница по поводу других работников в офисе. Для кого-то мы, соответственно, соседка в бигудях. Для кого-то мы потенциальный источник дохода. В общем, самые разные мы вещи. Для паразитов в нашем теле мы еще как-то иначе предстаем. В общем, самые разнообразные у нас есть проявления. Все это буддизм называет изолятами. Отдельные аспекты одного и того же явления, которые мы в целом можем одним словом назвать. Вот там Вася. В этом примере это, наверное, не Вася, а кто-то другой. А женским именем. Но вот все эти изоляты, скажем, Анжелы, которые мы разобрали, это все разные ее аспекты, и мы не можем Анжелу ни к одному из них свести. Плюс не можем говорить об Анжеле отдельно от того, кто ее воспринимает со стороны, или отдельно от самого сознания Анжелы, которым она сама себя воспринимает. В общем, не можем ни в одну вещь впнуть ее овеществить. В связи с этим вообще возникает вопрос, вопрос важный отнюдь не только для буддизма, о том, что действительно существует. И отсюда знаменитый парадокс. Это даже не парадокс, а такое философское изыскание. Падающего дерева. Он очень старый, как мы можем предполагать, и страшно занимательный, и западная наука, в том числе, на него активно пытаются отвечать. В том числе, теоретическая физика, в том числе, когнитивная наука и так далее. Пропадающее дерево. Если в лесу падает дерево, и никто этого не видит и не слышит, считается ли оно упавшим? На самом деле, очень важный вопрос, даже без относительного буддизма. Он действительно страшно интересен. Если нет ни одного воспринимающего сознания, можем ли мы говорить о том, что какой-то процесс произошел? Отсюда страшно интересные теории квантовой физики, скажем, о множественности вселенных, мультивариантности, страшные занимательные фильмы «Мистер Никто» и тому подобные вещи, про то, как там все сложно в реальности устроено, и про то, какую роль может наблюдатель играть во всем происходящее. Квантовая физика очень разная, цепочки на эту тему разворачивают. Например, одна из теорий множественной вселенной предполагает, что на самом деле реальность непрерывно подвергается бифуркации, то есть разделяется на две в зависимости от того, что могло происходить. Но это тоже логически странно, потому что какая же тогда бифуркация? Должна быть сразу мультимиллиарда фуркация, потому что во всех мгновениях есть миллиард разных вещей, которые могут произойти. Но это другая тема для анализа. А в целом вот что мы здесь анализируем. И вот, соответственно, западная наука исследует вопрос, есть ли акт падения дерева, если никто не его осознает, пытается решить его с помощью редукции. Редуцируя реальность до того, что можно объективно измерить или оценить. Устремимся к объективно измеримому, говорит западная наука. Во всяком случае, говорила во времена после Галилея. Сейчас мы как раз в обратную сторону движемся с помощью квантовой физики. Или из-за нее, потому что уже невозможно про объективно измеримое говорить. Соответственно, Галилей изобрел свой микроскоп. Телескоп пронаблюдал там фазы Венеры, спутники Юпитера, кажется. И после этого все стали говорить, о, как здорово, можно еще не только телескоп сделать, но и микроскоп. Можно еще это, можно 5-10, и все вокруг наблюдать. Ну и в том числе, скажем, измерять так называемые объективные первичные свойства, как это Ньютон называл, реальности. Массу, локацию и объем. Что-то там такое. То есть вещи, которые, в отличие, например, от цвета, которые зависят уже от оптики. Мы разные животные по-разному видят цвета. Мы как вид животных в данном случае. Цвет уже не объективная категория. Но масса, условно говоря, объективно измеримая. Мы можем соизмерить массу с какими-то единицами измерения. Вот поставить на одну сторону весов, положить кусок картошки, на другую гирю, и мы оценить, сколько весит картошка. Соответственно, хотя бы это мы можем как-то установить в качестве некой договоренности. Как будто бы объективно. Однако, чем больше мы углубляемся в сферу квантовой физики и всего такого прочего, тем дальше мы уходим от мысли о том, что есть какая-то объективно наблюдаемая реальность, которая независима от наблюдателя. И Гейзенберг, которого мы все знаем как одного из важнейших действий науки 20 века, физики 20 века в частности, на эту тему откровенно говорил. Не он один. Большинство физиков с открытым и смелым мышлением, согласно с этим тезисом. То, что мы наблюдаем, это не сама природа, а природа, подвергнутая влиянию нашего метода изучения. Этот тезис можно было очень обширно разъяснять, если бы я что-то знал про науку, я ничего не знаю, поэтому снова корпускулярно-волновый дуализм. В зависимости от наблюдателя предопределяется и наблюдаемое. Это мы видим во всех, по большому счету, науках, в большей или меньшей степени, потому что квантовая физика как раз-таки и пытается исследовать базовые блоки, из которых сложена реальность, а если базовые блоки одинаковые и для того, что мы называем биологическими явлениями, и для того, что мы называем химическими, и для того, что мы называем физическими, то это особенности базовых блоков будут проявляться и на всех производных уровнях, и на биологическом, и на химическом, и на физическом. Отсюда вопрос, который задает сама наука, не буддизм, Об объективности аналитических инструментов вообще. В какой смысле вообще мы можем говорить о том, что что-то можно объективно измерить? В каком смысле мы вообще можем считать, что Вселенная дружелюбна в том смысле, что она поддается измерению и вот-вот откроет нам все свои секреты? До 20 века, как вы знаете, считалось, что физика практически все открыла, и осталось только дорисовать последние штрихи. Это так считалось, когда думали, что атом неразделим. Как только оказалось, что атом вскрывается, и там еще чертовщина всякая понапихана, а дальше можно бесконечно, в принципе, всем этим веселым делом заниматься, казалось, что физика не только не приблизилась к окончательному постижению реальности, она от него еще дальше, чем была в 19 веке, потому что дальнейшие перспективы безграничны. Куда ни ткни, везде еще найдется еще более глубокий уровень, который отдельно нужно изучать, и все это страшно занимательно, но Вселенная становится очень ускользающей, не поддающейся обеществлению, как нам того бы хотелось. Но очень важная для буддизма уже здесь мысль состоит вот в чем. Да, мы можем все дальше и дальше раскладывать, скажем, атом на протоны, нейтроны, электроны, и в свою очередь на еще какие-то вещи, скажем, на кварки, дальше еще куда-то там ехать, и все дальше так раскладывать. Это отдельно интересный процесс, процесс, связанный с разложением материальной реальности. Здесь две теории. Может быть, мы так и будем бесконечно находить все дальнейшие материальные частицы, может быть, мы, так считают некоторые, это лишь гипотезы. Может быть, мы в какой-то момент уткнемся в слой реальности, где энергия будет, где будет только энергия, и отдельный вопрос, что это такое, что тут по этой энергии подразумевается, и эта энергия будет неотличной от ума. Это как бы разные теории в рамках западной науки и около науки. Но с буддийской точки зрения важно не это. Важно то, что как бы мы не раскладывали все на кварки или что угодно иное, мы не можем найти уровень более глубокий, чем умственные видимости. Мы не можем произвести видимости. Мы не можем редуцировать реальность дальше умственных видимостей, потому что как бы мы не раскладывали все на что угодно, мы как наблюдатели всегда остаемся. Даже если мы разложим кварки на субкварки, субкварки на субсубкварки и так далее, всегда останемся мы как наблюдатель или кто-то как наблюдатель если роботы нас уничтожит и будут тогда вместо нас наблюдать кто-то как наблюдатель всегда остается и этот кто-то не может быть редукцирован то есть мы можем себя опять-таки разложить на разные самые составляющие но мы не можем полностью выбросить себя за рамки уравнения и вот это то и важно нам для постижения реально пустотности с точки зрения этой модели абсолютно все явления существуют относительно ума который их постигает фантовые физики с этим полностью согласны ничто не существует без относительно сознания который видит все явления именно сознание конструирует для нас то что мы затем обеществляем то есть понятное дело что в макар на уровне внешней вселенной есть конкретные элементы которые консенсив сконфигурированы каким-то образом но сама себе а сами по себе эти элементы или сама по себе конфигурация этих элементов это еще не чашка чтобы возникла чашка сознание благодаря услуживание нейрофизиологии должно собрать все что называется хвалия в науке то есть чувственными данными соединить все эти хвалия и на них наложить концепцию причем концепцию очень конкретно ведь концепция это не просто ведь мы обозначаем чашку не просто как чашку то есть мы-то думаем что мы просто думаем чашка но на самом деле если мы не разве ну не бодхисаттва не архат и не будда то в этом слове чашка у нас также заложено огромное количество самых разных допущений подскудная тайная вера в постоянство чашки то что эта чашка независимая собственной стороны и так далее мне просто налагаем конкретный или какой-то ярлык с ним при подтягивается вся многообразная система допущений которые есть в нашем уме грубо говоря кто-то из скажем мир общество где царит неравноправие смотрит на женщину он не просто обозначает концептуально женщина в силу того что есть физиологические принципы подтягивается вся система самых многообразных допущений о том что женщина вообще создана из ребра адама поэтому у нее второстепенная роль в обществе поэтому она должна ходить там в паранже или сидеть по домострой дома и чугунным утюгом утюжить портянки своего мужа тра тата тата все это многообразие допущений подтянулось этой концепции хотя мы этого не заметили даже если бы всего этого не было мы были бы близки к состоянию архата или бодхисаттвы все равно невозможно было бы говорить ни о какой чашке без ее собирания и обозначения умом соответственно если все существует только относительно ума и ничто не обладает независимым от ума существования следующий вопрос который мы перед собой ставим это вопрос о том обладает ли ум независимым существованием страшно интересный важный вопрос который нас подводит к тому почему помогает нам понять почему самые быстрые и сложные продвинутые системы развития постижения пустотности в частности системы махамудры и маха санхи или дзакчен так зациклены на теме ума середины путь великий серединный путь как система тренировка развития понимания пустотности может обращаться к самым разным объектом собственно классический пример там про апельсин или про стол например и ну монахи и монахини в монастырях например монахи в трех великих монастырях традиции делу к вам три пунги сыра и годы не могут много лет исследовать пустотность стола изучать и пытаться понять логически чтобы затем медитировать на ней не концептуально все замечательные важные подводят пониманию пустотности все очень важный процесс почему-то при этом многие йоги на и в особенности опирающиеся не только но в особенности опирающиеся на системы махамудры и великого совершенства дзакчен а в первую очередь стремятся распознать именно пустотность ума почему то мы только что ответили на этот вопрос потому что нет ни одного явления которое существовало бы независимо от ума стало быть он здесь корень всем всему корень всего не в том смысле что он все создает буквальном смысле вот я представлю сейчас слона и он в этой комнате появится это примитив ли яду под поверью что я могу летать и полючу скорее всего я упаду шмякнусь и вы ничего не сможете собрать без помощи параметик вот не в этом смысле который был бы очень примитивен а в том смысле что он по крайней мере конструирует реальность собирая ее из квалия и обозначает есть правда более глубокое объяснение которое содержится в калачах ратандры объяснение о том как он временной перспективе разворачивать вселенную слоповой но в краткозрочной перспективе это не работает я не могу просто подумать что пианино розовое так чтобы она стала розовым если я супер продвинутый йоген может быть и могу но у меня тогда уже другая другой уровень способности и всем другой уровень функционирования нюансово нынешнем уровне не могу превратить пианино в розовое не могу создать деньги из воздуха не могу включить денежный поток что там еще и просто мыслями я самая боятельная привлекательность заставить всех себя полюбить все эти вещи так не работают работают сложнее но тем не менее именно он создает реальность собирая овним ск겼� так вот если ум относительно именно относительно ума существует заявление а то нужно исследовать природу этого ума и если окажется что он также лишен неотъемлемого существования логически все производные явления все что он забрал impostor склеил не спалят будут также со своей стороны лишены независимого и неотъемлемого существованием стало быть нужно посмотреть на ум есть разные способы его исследовать два основополагающих это исследования ulas с точки зрения его мгновений и с точки зрения его свойств. Первый вид обычно используется и то, и другое. Это именно то, что делается в аналитической формальной медитации. Вот, грубо говоря, я сел медитировать на Великом Срединном Пути, или на Великой Печати, или на Великом Совершенстве, и я использую эти аналитические цепочки в своей практике. Если, соответственно, кто-то из присутствующих медитирует на каждый день на опустотность ума, то вы, скорее всего, их используете. Иначе сложно. Есть другие логические, есть другие методы, но этот один из самых распространенных. Первый вид анализа — анализ темборальный. Вот мой ум. Как мы помним из общего объяснения, это непрерывная последовательность мгновений психической деятельности. Что мы описываем как ум в буддизме? Непрерывная последовательность мгновений ясности и познания. Отдельно мы уже говорили, или можем говорить о том, что такое ясность и познающаяся, и так далее, все эти вещи описывают. Но в целом мы согласны. Ум — это последовательность мгновений психической деятельности. Как бы собирательное название. Точно так же, как фильм «Звездные войны». Собирательное название для последовательности кадров кинопленки или, соответственно, кадров цифровой. Условно говоря, кинопленки. Последовательность цифровых кадров, которые друг к другу сменяются скоростью 25, 29 или 30. И там, соответственно, какая-то картинка меняется. Все это в совокупности, эту последовательность мы обозначаем как фильм. Вот 9,5 недель, вот основной инстинкт, вот звездные войны, вот телекузики, вот свинка Пеппа. Все это, соответственно, собирательное название для этих последовательностей. Имя и то же самое. Кто свинка Пеппа, кто Вася, кто Петя, кто Ира, кто Катя. Последовательность мгновения психической деятельности. Точнее было бы сказать, что мы, как Катя, это не просто последовательность мгновения психической деятельности. Но ум Кати, это последовательность мгновения психической деятельности. Потому что Катя, как и свинка Пеппа, еще имеет тело. Соответственно, которое мы тоже должны учитывать при анализе Кати. Но ум-кать — это просто последовательное сомневение психической деятельности. Обладают ли они независимым существованием? Очень просто посмотреть. Мы смотрим на ум и говорим, вот есть мгновение предшествующее, есть мгновение будущее, есть мгновение настоящее. Это нам всем понятно. Ум нестатичен. Это нестатичное или непостоянное явление, то есть явление, которое меняется. Если бы у нас в уме всегда было одно состояние, это даже странно теоретически пытаться осмыслить на абстрактном уровне, было бы непонятно как, но в нашем уме состояние непрерывно меняется. Сейчас мне страшно, сейчас смешно, сейчас скучно, сейчас я уснул, сейчас я сижу в айпаде, соцсетели ставим из того, чтобы слушать лекцию. Сейчас я то, сейчас я это. Главное, что состояния непрерывно меняются. Чего не бывает, так это статичности. Даже если какое-то состояние присутствует долговременно, скажем, мое навязчивое страстное желание скорее броситься отсюда и выпить две чашки эспрессо. Оно все равно меняется. Оно не является одинаковым ни в какой конкретный момент. Так вот, есть прошлое мгновение, есть будущее, есть настоящее. Окей, мгновение прошлое уже ушло. Оно уже существует только абстрактно. Мгновение будущее еще не настало. Тоже понятно, это пока просто абстракция. Но есть мгновение нынешнее, оно должно быть настоящим и обнаружимым. И вот мы начинаем его изучать. Мгновение нынешнее. Как и у любой вещи у него есть начало, середина и конец. Хорошо, начало, опс, а уже прошло, конец, опс, еще не наступил, середина. Давайте середину рассмотрим. Ой, у середины тоже есть начало, середина и конец. Ладно, тут тоже отбросим начало и конец и ставим середину. И у середины середины есть середина. И у середины 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 тоже есть середина. И у середины 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 тоже есть середина. И дальше так можно бесконечно копать. И мы ни в какой момент не обнаруживаем мгновение какой-то серединности, которое ум мог бы ухватить без того, чтобы это мгновение не стало уже прошлым. При том, что модель ума в просанной камадхиамике считает, что в уме, если я не ошибаюсь, больше 300 мгновений за один щелчок пальцами Даже с этой скоростью, очень большой скоростью, мы не можем ухватить никакое мгновение, которое не ушло бы уже На самом деле, в этом-то и состоит очень большая хитрость, связанная с умом Некоторые школы мысли считают, что ум может осознавать сам себя Это верно Но с оговорками Одно мгновение ума не может осознавать то же самое мгновение ума Вот в этом разница в описании ума между Читаматрой и Матхямакой, красанкой и Матхямакой в частности Читаматра говорит, есть способность, или может быть это не Читаматра, но неважно Какие-то из низших школ говорят, что есть способность к оперцепции То есть одно мгновение ума способно осознавать само себя Матхямака говорит, нет, меч не может рубить сам себя, это знаменитый тезис Шантидевы То есть одно мгновение ума не может осознавать то же самое И в то же время это не означает, что я вообще не способен. Контраспекция, как утверждают даже некоторые оксфордские профессора. Человек не может осознавать свои мысли, эмоции. Что это вы нам такое тут рассказываете? Реальные слова оксфордского профессора, который прослушал 30-минутное выступление доктора Алана Уольса, который больше 10 тысяч часов своей жизни посвятил осознаванию своего собственного ума. Нет, мы способны осознавать свою. Просто с точки зрения разложения всего при анализе, следующее мгновение ума осознает предыдущее. Следующее осознает предыдущее. И на уровне функции выглядит, как будто ум просто осознает сам себя. Но во временном анализе все немножко иначе. Во временном каждое следующее мгновение осознает каждое предыдущее. А поскольку их природа идентична, это как если бы одна часть ума наблюдала за другой. На самом деле одно мгновение ума наблюдает за предыдущим. Но как бы все это там не наблюдало, мы не можем ни в коем моменту ухватить ни одного мгновения, которое было реально обнаружимым. Стало быть, прошлое уже ушло, будущее ни еще не настало, а настоящее тоже невозможно уловить. Мы остаемся в состоянии, где нет, в нашем медитативном анализе, где нет никакой вещи, на которую можно было опереться. Нет ни одной точки отсылки. Никакой точки, которая была бы реально существующей одной режимой. Нечего обеществить. Вот в чем здесь смысл. Реификация ни к чему не приложима при глубинном анализе. Но это одна сторона анализа, а другая, которая очень часто используется, практически всегда используется при анализе природы ума, а используется и та и другая сторона анализа. Это анализ ума на предмет присутствия в нем материальных свойств. Вообще говоря о уме в буддизме, мы говорили, что буддизм понимает ум как явление по природе своей, отличное от материи. Есть материя, и у материи есть такие свойства, как цвет, форма, очертания, размер, локация. Ум другой уровень явлений. Это ментальное явление. И у ментальных явлений, ни у каких ментальных явлений, ни у моего ума, ни у ума, Кати, ни у ума, свинки, пеппы, если бы она существовала, ни у какого ума нет очертаний, цвета, размеров, локации. Но в медитации мы ищем все эти вещи, мы спрашиваем себя в определенной последовательности на основе тех указаний, которые нам дал же наш учитель, или которые мы получили как-то еще. Обычно эти методы передаются от учителя к ученику в конкретных своих конфигурациях. Мы анализируем, есть ли у моего ума очертания, есть ли у моего ума цвет, и то же самое с размерами локации, ничего этого мы обнаружить не можем. Стало быть, опять-таки, нечего обеществить. Ума нет ни одного мгновения, за которое можно ухватиться, и нет никакого и свойства, за которое можно ухватиться. Нельзя сказать, вот форма моего ума, вот цвет моего ума, вот его локацию, он здесь, 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 здесь. При глубоком анализе мы нигде его не находим. Как мы помним, мозг мы можем найти, мозг это совсем другое. Это корреля, так называемый корреля, явление, которое соответствует уму, связано с ним временно, потом отвалится, но не является самим умом. Вот, соответственно, ум мы не можем обнаружить ни так, ни эдак, и остаемся в состоянии, где нет ничего обнаружимого, ничего обесчисляемого, то есть в состоянии отсутствия невозможного способа существования ума. Мы осознали, что все явления существуют относительно ума, осознали, что и потому лишены неотъемлемого существования, не существуют со своей собственной стороны. Есть гораздо, это лишь обзорное объяснение, есть способы описать каждый конкретный уровень невозможного существования, и то, как его отбросить. Этому-то и посвящено 20-летнее изучение соответствующих классических текстов, дебаты на эту тему и так далее. Мы можем очень тонко осознать все эти моменты и отбросить все лишнее, ухватив все нужное. Но на самом простом уровне вот эта простая цепочка также нам поможет. Мы отбросили темпоральную точку цепления, ее не существует, мы не можем во времени указать на реальный существующий момент ума. И отбросили все, что связано со свойствами. Остались в этом состоянии отсутствия невозможного способа существования, и это и есть медитация на пустотности, подобное пространство, как это называется. Когда мы работаем с пустотностью, то есть с окончательной природой явлений, есть два главных метода, которые мы применяем. Медитация подобное пространство, медитация на иллюзорности. Медитацию подобное пространство мы выполняем в формальных сессиях, то есть когда мы сидим на подушке, грубо говоря. А медитация на иллюзорности это то пометование, которое мы поддерживаем на повседневном уровне. Вот я завершил свою формальную практику, пошел в магазин, иду в магазин, соответственно, и стараюсь помнить. Все явления лишены неотъемлемого существования, они проявляются подобно иллюзии. Их конструирует мой ум, а мой ум также лишен неотъемлемого существования. Вот это пометование о том, что все подобно иллюзии, не равно иллюзии, это очень важно понимать, потому что если мы будем думать, что все явления просто иллюзии, то мы впадем в крайность нигилизма, а этого очень важно избежать. Нет, все явления подобно иллюзии, пометуемые, и это и есть второй вид практики для постижения пустотности. Когда мы их объединяем и водружаем эту венечную камень в пирамиде на все то здание, которое мы построили с помощью других практик, всех происшествующих, прибежища, работы с кармой, работы с любящей добротой, развития в их личинке и все остальное. Когда на все это тело мы приделываем вот эту голову из пустотности, которую мы развиваем с помощью двух методов, подобного пространства и подобной иллюзии, тогда-то мы и вобретаем возможность постепенно приблизиться к прямому постижению пустотности, к ее уже неконцептуальному пониманию. И индо-тибетский буддизм содержит тексты, которые очень подробно объясняют, как это выглядит с точки зрения этапов преобразования нашего сознания. Вначале мы, правда, приобретем только очень грубое конституальное постижение, потом оно будет приходить через определенные стадии преобразования, когда мы вступим на так называемый путь применения, и в конечном итоге мы достигнем первого мгновения прямого постижения, и с этого момента окажемся на том, что называется формальным путем видения. То есть тому очень-очень подробно описываются вот эти этапы эволюции в рамках нашего продвижения. Вот этот самый метод, который мы только что описали, он отличен от метода анализа колесницы, от метода алмазных обрезков, от метода анализа по четырем пунктам. Этот метод, основа их переводчика на взаимозависимости, приводится в классических текстах традиции Древней Акадамба, в первую очередь. Вообще много где всплывает, потому что традиция Древней Акадамб, одна из тибетских субтрадиций, стала частью всех остальных школ с течением времени. Но в особенности четко мы чаще всего его видим в тексте, который называется «Семь пунктов тренировки ума». Так же получилось, что у нас ровно через неделю будет здесь же семинар по этому тексту. Мы там не будем, скорее всего, в пустотность, правда, прогружаться, но в целом сам текст «Семь пунктов тренировки ума» нам в следующие выходные опишет Онди Уилсон. А в октябре сам, собственно, доктор Уоллес проведет семидневный ретрит по этому тексту, где очень даст исключительно ясные и четкие представления о том, как медитировать на каждом элементе этого текста, включая элементы, связанные с пустотностью. Так вот, именно в этом тексте описывается чаще всего эта медитация, которая на самом деле проста и доступна каждому. Это как бы йогический сущностный метод. Мы, может быть, не можем позволить себе 20 лет изучения Матхямаки в монастыре или в монастырском университете. Но, разумеется, мы стараемся изучать настолько, насколько возможно, и, естественно, Лауна с Ксимомом всегда к этому призывает. Но даже если мы пока не освоили глубокий или большой объем, скажем, текстов Нагарджуна, Чандракирти, не изучили девятую главу Шантидера и все такое прочее, даже несмотря на это, мы можем уже начинать использовать вот этот конкретный метод, связанный с медитацией на пустотности, как она описана в семи пунктах тренировки ума. И просто вспомним еще раз его этапы. Мы начинаем с того, что анализируем зависимость всех явлений от ума. И все те цепочки физического плана, которые мы используем, все эти соображения, здесь более чем применимы. Осознаем, что все явления конструируются умом и потому зависимы от него. А затем направляем внимание на сам ум и распознаем его пустотность с помощью анализа его мгновений и анализа его свойств. В конечном итоге мы установили, что явления лишены независимости относительно ума, ум лишен какой-либо независимости или неотъемлемого существования. И вот мы остаемся в состоянии пустотности, в которое погружаемся. Соответственно, очень простой метод, очень стройный. Если его хорошо понять, он легко применим. И он по большому счету полон. Именно поэтому в семи пунктах тренировки ума он и приведет. Там не описывается 10 миллиардов других методов. Этот способ медитации на пустотности сам по себе полон. Когда мы объединяем его со всем остальным контекстом тибетского буддизма, с такими вещами, как развитие бадхичи и так далее. Все это сам по себе. Этот конкретный метод медитации на пустотности действует. Вот, и мы его, соответственно, применяем. Ну, а продолжаем при этом по возможности изучать все многообразие учения пустотности. В всяком случае, в рамках хотя бы одной традиции. Для того, чтобы научиться очень важной вещи. Тому, как избегать падения в крайности тернализма и нигилизма. В крайности, где мы думаем, что ничего вообще не существует. Это крайность нигилизма. И это неправильное постижение пустотности. Это очень опасное воззрение, которого необходимо избегать очень тщательно. Или крайность тернализма, где мы думаем, что все существует. То есть, просто так и продолжаем все обесчислять, как привыкли. Или где мы хотя бы обесчисляем только саму пустотность. Это тоже крайность тернализма. Ничего не существует, независимо, кроме самой пустотности. А сама пустотность, вот она-то обладает реальным существованием. Тоже крайность тернализма. Мы обесчислили, теперь уже пустотность. Этого мы также стараемся избегать. И вот все многообразные тексты Нагарджуны, Чендракирти, Альедевы, если говорим про традицию Прасангики, то затем Буддаполиты и Чендракирти, если говорим про другие субтрадиции Матхямаки, то другие бы называли авторов, соответственно. Все эти тексты предназначены для того, чтобы как можно корректнее нам объяснить, как избежать двух крайностей. И разумеется, последующие мастера вели между собой дебаты относительно того, какое описание является наиболее адекватным, наиболее безошибочным, в том смысле, что оно не ведет в заблуждение существ. Именно поэтому-то в тибетской традиции объяснения пустотности так много дебатов, когда, например, Цонкапа полемизирует с Гарамбой, Гарамба полемизирует с Цонкапой, последующие мастера полемизируют с Цонкапой, а потом, соответственно, приходит Джамгон Контрол и полемизирует с предшествующими мастерами. И вообще, куда ни ткни, мастера друг с другом обмениваются письмами, в которых ведут дебаты по поводу объяснений, которые каждый из них использует. Или в буквальном смысле, вживую ведут дебаты, как это было иногда исторически, такие очень громкие, с судьями и всем остальным, для того, чтобы показать, какой из методов может быть наиболее оптимальным для существ. При этом нигде не говорится, что мастера отрицают юридические достижения друг друга. Когда они ведут дебаты, это не мои домыслы, это всегда говорит его святейство Далалама и его очень видные ученики, такие как доктор Алекс Берст. Речь не идет о том, что мастера не сводят достижения друг друга, а спровергают достижения друг друга, говорят друг другу, да ты вообще ничего не умеешь медитировать, не умеешь, кто ты вообще такой, на пустотности неправильно медитируешь. Нет, они не поэтому ведут полемику. Они ведут полемику для того, чтобы попытаться найти тот способ описания пустотности, благодаря которому наименьшее число существ пойдет в заблуждение. Чем точнее, чем лучше описание, тем меньше существ запутается. Но существа настолько омраченные, что нет одного единого идеального метода. Например, метод Цонкопа, в котором делается больше упор на отвержение. Некоторых существ в большей степени способен вернуть в крайность нигилизма. Именно потому последующие мастера полемизировали с методом Цонкопа, далеко не все с ним согласны. Но другие методы, которые на спектре противоположны методу Цонкопа, некоторых существ вернут в крайность нигилизма. И потому-то с этими другими методами полемизируют последователи Цонкопа. То есть, какой бы метод мы ни ткнули, он всегда, какое бы описание мы ни ткнули, всегда есть вероятность, что оно, существо с определенным складом ума, может увести либо к нигилизму, либо к нигилизму. Потому-то, его степь, что Даллама и подчеркивает ценность изучения разных подходов. Ведь если мы будем видеть, как одновременно с двух разных углов одну и ту же пустотность описывает, скажем, Цонкопа и Джамгон Кантру, учителя с разными воззрениями, хотя Джамгон Кантру, как учитель, живший гораздо позже, очень уважал Цонкопу как великого деятеля, великого ученого и великого мастера пустотности. Если мы видим, как они совершенно по-разному, ну не совершенно по-разному, а в чем-то по-разному, с методологической точки зрения описывают пустотность, то увидим, как их два описания помогают нам очень ловко уравновесить склонность нашего ума к падению то в этернализм, то в нигилизм. Когда мы работаем с пустотностью, мы, особенно на продвинутых этапах, ну даже и поначалу, мы как будто все время пытаемся уравновесить какую-то конструкцию. И мы все время снова и снова будем падать то в одну, то в другую крайность. Поэтому учеба для того и нужна, изучение всех этих тем для того и нужно. Для того, чтобы преподавать это в университете, для того, чтобы людям за ужином и за бокалом вина рассказывать о том, ой, вы знаете, как интересно Гарамбо полемизировал Цонкопы на тему отвержения неотъемного существующего я. Страшно занимать. Не для этого, а для того, чтобы в своем собственном уме постепенно уходить от крайности. И действительно здесь, как и при описании двух подходов, которые, если помните, подход раскрытия и подход развития, два разных или много разных подходов к описанию пустотности помогают нам уравновешивать наши перекосы. В конечном итоге мы должны прийти к одному и тому же йогическому постижению. Концептуальные описания могут быть различными. И как мы знаем, например, система Читаматры еще совсем отличным от тибетского образа описывает пустотность. Основывающаяся на Читаматре школа Дзен использует другие методы постижения пустотности. Но в целом, в конечном итоге мы должны статись в одной точке йогического постижения, неконцептуального проникновения в пустотность. И тогда-то наше неведение будет отсечено, и мы сможем достичь сначала ранних этапов развития на пути бодхисатры, а в конечном итоге дойти до состояния бурга. Вот так с этим всем понемножку мы и работаем, изучая все это дело и практикую методы от простых к сложным, или просто ограничиваясь простым методом, как тот, который мы описали, но заполняя его очень глубоким внутренним содержанием, которое обогащается по мере нашей учебы и практики.